Уважаемые товарищи, у нас на связи все региональные партийные комитеты, наши активисты, весь информационно-пропагандистский актив. Мы сегодня проводим Большой Совет Российской Федерации, Совет Компартии России по вопросам, связанных с началом учебного года партийно-политической сети. Не случайно мы проводим именно сегодня, в ближайшие дни исполняется 200 лет Фридриху Энгельсу. Это один из гений, который посвятил всю свою жизнь служению трудовому народу, пропаганде идеалов социализма, крупнейший ученый, политик и человек, который предвосхитил многие события истории. Он прежде всего совершил три выдающиеся подвига. Будучи сыном крупнейшего фабриканта, который мечтал, чтобы сын пошел по его стопам, Фридрих Энгельс все сделал для того, чтобы служить прежде всего рабочему классу. Его практика на фабрике дала огромный толчок осмыслению проблем развития экономики. Второй подвиг, он, познакомившись с Карлом Марксом, все сделал для того, чтобы этот тандем открыл новые законы общественного развития и указал путь к социализму, путь к новой общественной формации. Их творческий тандем дал выдающийся результат. И третий подвиг – это издание трудов Карла Маркса. Хотя у Энгельса были и свои планы, тем не менее, когда Карл Марс ушел из жизни, он почти 12 лет работал над его трудами и издал второй и третий том капитала. Три эти подвига Фридриха Энгельса позволили сделать все для того, чтобы гениальные идеи марсизма, ленинизма в последующем стали достоянием всего трудового народа. Я хотел бы вам зачитать сегодня в преддверии нашего занятия одну выдержку из статьи Энгельса, опубликованной в 1891 году «Социалист Германии». Обратите внимание, что значит гений в истории. Он предвосхитил за много лет, что будет мировая война. Цитирую. «Это война, в которой от 15 до 20 миллионов вооруженных людей стали бы истреблять друг друга и посташили бы Европу так, что она еще никогда не была бы опустошена. Эта война должна либо привести к немедленной победе социализма, либо настолько потрясти старый порядок вещей и оставить после себя такую груду развалин, что существование старого капиталистического общества стало бы еще более невозможным». И еще из письма Плеханову. «Уж если дьявол революции схватил кого-либо за шиворот, то это Николая Второго». Видите, за много лет он превосхитил события, которые затем свершились на планете. Хочу напомнить, что февральская революция в 17-м году началась во многом с бунта женщин, которым не хватило хлеба на Невском проспекте. Они ворвались на предприятие и сказали рабочим, что ж вы сидите, ситуация трагическая. Царская власть могла придушить, но когда обратились к полицмейстеру депутаты. Думы, он сказал, с бабами воевать не буду, все сгнило. Но Ленин тогда провозгласил курс на социалистическую революцию. Я хочу сказать, что последнее время власть, принимая новые законы и бюджет, демонстрирует такую же беспомощность и нежелание выводить страну из системного кризиса. А последние две попытки протащить два карательных закона, отобрать ребенка у любой семьи за 24 часа и удаленка, учеба на удаленке, которая ликвидирует классическую русскую советскую систему образования окончательно, по сути дела достали всех. И не случайно в эти выходные прошел огромный митинг, встреча с депутатами на площади Гагарина. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом, потому что ваша дружная и активная работа по сопротивлению этим двум карательным законам вынудили Думу их немедленно отозвать и отставить. Но еще они не успокоились. И сам бюджет либеральной эпидемии, который, по сути дела, будет принят во втором и третьем чтении на этой неделе, свидетельствует, что власть не изменила курс. Ход этот начинали, казалось бы, неплохо. Отставили правительство. Президент затеял ремонт Конституции. Заявили, что будет социальное государство, что будут вкладывать деньги перспективной отрасли. Накануне голосования по поправкам Конституции Путин, выступая, сказал, огромные средства будут дополнительно выделены для образования, здравоохранения, для науки, новых технологий. Открывайте наш анализ этого бюджета, и вы увидите, нет там этих средств. Как был бюджет деградации, так и остается. Более того, продолжают эту разрушительную линию. Но прежде всего, она разрушительна, связана с нашей экономикой. Есть железные правила по выходу из кризиса, точнее золотое. Никаких фиксальных законов. Все сделать для того, чтобы поддержать бедствующих граждан. Четко определить приоритеты, а ими всегда бывает промышленность, стройка, сельское хозяйство, образование, наука и здравоохранение. Ничего этого в новом бюджете, к сожалению, нет. Твердо было сказано, что мы должны помочь прежде всего детям, женщинам и старикам. Даже детям войны не нашли средств, чтобы их поддержать. Поэтому наши законы и наши инициативы, которые мы с вами сформулировали за прошедший год, начиная от Орловского форума, где Кашин выступил с докладом от имени партии, и наш доклад, и наша программа развития сегодня являются главным документом, консолидирующим все левопатриотические силы. Наш закон образования для всех дает возможность и простор для принятия этих решений в каждом регионе. Наша забота о новейших технологиях поддержки всего передового на базе народных предприятий получила не только общероссийскую прописку, даже власть вынуждена поддержать. На этой неделе Кашин будет проводить большую встречу и перекличку этих предприятий в рамках семинара, который проводит Министерство сельского хозяйства. Но главная сегодня работа вокруг наших семи задач, которые мы с вами сформулировали на Пленуме. Хочу еще раз сказать, движение за СССР, за справедливую, сильную, социалистическую Россию становится главным знаменем всей нашей предстоящей работы и подготовки к 18-му съезду, который состоится в следующем году в соответствии с нашим уставом. И в преддверии выборов, думских выборов, которые намечены на сентябрь месяц. Еще раз хочу напомнить вам ключевые позиции, за которые мы будем сражаться. Прежде всего, мы обязаны вместе отбить атаку на российскую государственность и на русский мир. Эта атака усиливается, и вы это видите не только по Беларуси. Недавно провал кандидатов в Молдавии, которые поддерживали наши товарищи. И поддерживала, в принципе, левая оппозиция, поддерживала и российская власть. Свидетельствует о многом. Выезжали туда и Калашников, и Тайсаев. Они подвели итоги у нас на заседании секретариата и прямо сказали, не хватает консолидации и конкретной работы. Это еще один тревожный сигнал неэффективности и неавторитетности российской власти, которая теряет поддержку на постсоветском пространстве. Сейчас к власти приходит в Америке Байден. Абсолютно русофобская власть, которая поставила, сделала нашу страну врагом номер один. У нас в этом плане в ближайшее время ситуация будет осложняться. Мы должны максимально опираясь на работу русской стержень державы и нашу программу, все сделать для того, чтобы реализовать эти задачи. Великая победа советской цивилизации дает нам возможность четко структурировать эту работу. А все, что связано с первоочередными мерами, они приняты и у вас есть в каждом партийном комитете. Вторая задача – добиться победы программы развития. У нас никогда не было такой четко проработанной программы, как в отраслевом плане, так и в целом. Пакета законов, которые позволяют сформировать бюджет развития. И это должно сегодня стать непосредственно предметом для обсуждения в каждой фракции. И надеюсь, что при подведении итогов года вы еще раз сориентируете каждую партийную организацию на этот документ. Для нас исключительно важно восстановить социальные гарантии, которые потеряны граждан. В первую очередь рабочее место, нормальный рабочий день. И все сделали для того, чтобы пенсии, зарплаты и стипендии были достойными, начиная с минимальной зарплаты в 25 тысяч рублей, пенсии полноценной детям войны и многодетным матерям. Я бы очень хотел, чтобы вы максимально усилили работу по борьбе против русофобии и антисоветизма, этого страшного яда, которым пропитаны все информационные передачи. Правда, недавно за полночь уже Соловьев в своей программе вдруг стали говорить, «Вы сами виноваты в том, что яд антисоветизма льется из всех репродукторов, начиная с хрущевских времен». Но мы об этом с вами все 20 лет твердим, и нам надо усилить эту работу. И для нас принципиально важна защита от политических репрессий. Комитет создан, Синельщиков возглавляет, программа ее определена. Мы должны утроить, удесятирить усилия для того, чтобы избавить от нашествия, которое обрушилось на нашего талантливого губернатора Левченко и его сына. Мы все делаем для того, чтобы вытащить из-за стенка, там все надумано, ни одного факта не подтверждается. Спасти наши народные предприятия, они в этом году показывают лучшие результаты. Добиться, чтобы перестали преследовать Бессонова и преследовать наших товарищей, которые выступали на целом ряде мероприятий. Слово сказать, московский и ленинградский актив, который был подвергнут штрафам и нападкам со стороны полиции, полностью оправдан в суде. Суд вынужден был признать нашу правоту, а мы проводили и будем проводить эти массовые мероприятия. Никто нам их не запрещал и запретить не может. Поэтому мы должны усилить эту работу. Ну и честные, свободные выборы. Впереди сложные выборы. Сейчас об этом пойдет тоже речь. Но без подготовки к качественной команды здесь работать дальше невозможно. Концепция нами подготовлена. Предварительно обсуждения состоялись. Мы в течение декабря должны окончательно сформулировать весь состав, кто пойдет на выборы, в том числе от мандатной округа. С января месяца начнем финансировать всех, кто будет участвовать в этом дополнительно. Просьба, отрабатывайте свои программы. Готовьте в наш штаб мельнику Афонину заявки. А Бухов предложил вариант, в том числе и тактики проведения выборов. На специальном семинаре мы рассмотрим все детали. Вчера с Парфеновым, который выиграл в Москве очень сложный и трудный округ, мы разобрали необходимость и выпуска газет, и листовок, и буклетов, их стоимость, и порядок, и все остальное. Готовьте, обсчитывайте, действуйте максимально разумно и корректно. Но помощь будет оказана и фракции, и нашими депутатами, и Центральным комитетом. Ну и наметился либеральный реванш. Вся эта хевра ельцинских агрызков, гайдаровского производства, вся засветилась в последнее время. Поэтому нам надо быть бдительны и внимательны, потому что тащит в Москву Ельцин Центр, это гадюшник, который давно надо было закрыть, и на Урале. Давайте вместе дружно выступим и прямо заявим, мы не допустим таких вещей. Впереди у нас с вами и Новый год, впереди большой семинар в конце января, пленум, на котором мы рассмотрим информационную политику, и полная развернутая подготовка к выборным кампаниям и нашему 18-му съезду. А сейчас хотел бы предоставить слово, но просьба всех строго придерживаться регламента, Кашинову Владимиру Ивановичу, заместителю, председателю штаба протестных действий. Владимир Иванович, пожалуйста. Пожалуйста, Владимир Иванович. Включите звук Кашинов. Владимир Иванович, звук включите. Слышно? Вот сейчас слышно, Владимир Иванович, пожалуйста. Уважаемый Иван Андреевич, уважаемые товарищи, я хотел бы обратить внимание прежде всего на наш протест и улицу. Сегодня в условиях пандемии и той законодательной базы, которой власть, все делая, вводит в нашу реальную жизнь, мы без серьезного осмысления этих процессов можем потерять наш электорат. Нам этого нельзя никоим образом допустить, потому что вы хорошо все представляете, что наш протест, наша улица, для нашей партии это все. Для партии трудового народа без улицы невозможно защищать ни один свой интерес. В первую очередь, конечно, донести нашу программу до людей. Она сегодня отработанная, и мы за нее должны самым серьезным образом бороться. Нас часто обвиняют в том, что мы голосуем против бюджета. Наоборот, мы голосуем за свой бюджет, за бюджет развития, который дает возможность развиваться здравоохранению, образованию, промышленности, сельскому хозяйству. План и внедрение в жизнь этого нашего бюджета и наших программ из деградации и той тьмы, и того обрушения, в которое затаскивает нас сегодня либеральный бюджет, это реальный выход. Это реальный выход, и мы за него должны бороться. Посмотрите, что происходит. Власть снова планирует снижение до 5-4,5% ВВП. Она снова планирует на целый триллион снижение доходной части. Отсюда все те беды, которые мы сегодня пожинаем. Отсюда сегодня отсутствие закольцевой самых элементарных условий для того, чтобы поддержать народ, который болеет, поддержать народ, который не имеет сегодня работы. Доход снова планируется сократить на 4,5% для основной массы людей в этом году. У нас за последние 5 лет сокращение составляло более 8%. Теперь мы выйдем на целых 12%. При инфляции рубля, я тоже могу цифры эти назвать, мы посмотрели с 2000 года, это сокращение и обвал рубля произошло в 2,5 раза. Уважаемый товарищ, я еще раз просто хочу сказать, у нас все есть в стране, в богатейшей стране для того, чтобы был наш бюджет, бюджет развития, который бы на этот год предполагал не менее 30 триллионов рублей, нам бы хватило все сделать для того, чтобы возвращаться на путь бесплатного здравоохранения, образования, поддержать нашу промышленность и сельского хозяйства. Сельское хозяйство и промышленность в этом году снова идут в снижение из поддержки федерального бюджета. Мы вчера собирались здесь в Государственной Думе и подробно говорили об этом на встрече депутатов нашей фракции с населением. Посмотрите, каким образом сегодня решается проблема продовольственной безопасности. Нас сегодня взяли и ободрали основную программу этого воровского бюджета аж на 50 миллиардов рублей. Это программа развития сельского хозяйства. То есть на 17 процентов на 5 раз сократили программу, которая утверждена и госсоветом, и президентом по комплексу развития сельских территорий. 37 миллионов живых на селе. А летом под 90 миллионов мы говорим, а куда же 13,6 триллионов фонда национального благосостояния вы собираетесь деть? Почему на это население, которое бедствует, которое сегодня в нищете влачет свое существование? Почему не ввести все в оборот еще 40 миллионов брошенных плодородных гектар земли, особенно в русских областях? Не черноземная, вся зона потеряла в 5-6 раз своего потенциала, который был в 90-м году. Давайте распашем, получим дополнительные 100 миллионов тонн зерна. Умножьте на сегодняшние цены зарубежные и увидите триллионы рублей дополнительно в нашем бюджете. Вы увидите новые рабочие места, миллион на селе, а на селе каждый дает работающие 7 в городе. Вот они вам 7-8 миллионов новых рабочих мест, которые реально не через торговые барыши, а реально конкретным, реальным производством даст экономике тот плюс. Вот эти системные вещи, которые заложены в наших программах, они неоспоримы. Куда делись эти 13,6 триллионов фонда национального благосостояния? Львиные доли из них, они в Центральном банке. Львиные доли переводятся в валютные резервы, которые хранятся под нулевые проценты за рубежом. Сами опять забираемся для того, чтобы под 5% брать снова кредиты, и у нас уже, извините меня, расходное покрытие вот этих долгов государства, внешних долгов, начинает зашкаливать. Она уже переваливает триллионы, а мы какие-то 150-200 миллиардов просим для того, чтобы дать государству системные выходы из кризиса, потащить экономику вперед. Вот почему нам с вами очень важно критиковать не просто так бюджет, который предлагает сегодняшний экономический блок, и в целом правительство, которое думает, что оно взяло бога за бороду, и не прислушалось к нам, и не приняло наши поправки, которые мы вчера защищали. Это бюджет в никуда. Он явно прописывает эти снова минусы во всех делах, и в доходах населения, и в ВВП, и так далее, и так далее. Нам надоело это деградаться. То кризис, то пандемия, то снова кризис. Поэтому мы должны твердо сказать, что нет воровскому бюджету. У нас 9 тысяч предприятий сегодня стоят в незавершенке. Это полтора триллиона рублей, которые должны работать на нашу экономику. У нас достаточно денег, кроме золотовалютных резервов, фонд национального благосостояния, которые можно использовать, и находятся на вкладах в банках, которые можно использовать на развитие, на инфраструктуру, и так далее, и так далее. Нет. Нам важно еще и еще раз народу сказать, что политика сегодняшней власти, она ведет к вымиранию нашей страны. Она просто-напросто продолжает эти воровские тенденции. Недавно судили по стриганию, здесь Московская область, Клинский район, 1700 объектов наворовал. А рядом, а перед этим судили еще одного сербского района. Это речь ведь идет о десятках миллиардов на уровне района. А перед этим Кузнецова, который в полуобласти, заместитель губернатора, ограбил. Значит, это что, Маркелов, Щеновод, она все, что ли, пронизала? Значит, на это воровство. Огромные деньги есть. А для того, чтобы поддержать нашу районную больницу на селе, или построить ФАП, или построить дороги, газифицировать нашу территорию. Смотрите, у нас Алтайский край, 15% газифицировано в населенных пунктах. Нет дорог, нет ФАПов. На 13 тысяч сократили эти ФАПы. Одним словом, еще и еще раз хочу сказать. Наша программа, как говорится, от формирования бюджета через наши законы остается как никогда актуальной. Вот сейчас взяли, прибавили на 2%. А что такое 2%? Значит, прогрессивный налог. А если бы его сделать так, как мы предлагали, у нас были бы не 250 миллиардов дополнительно, а триллионы дополнительно денег. А виноводочный этот балаган. Когда мы, в конце концов, решим эту задачу? Царь решал, советская власть решала. 20% общего бюджета получали за счет монополии на спиртоводочные все наши направления. Нет. Опять очередных олигарх по национализации. Мы сколько раз говорим, давайте изменим бюджетные правила, давайте национализируем, в конце концов, значит, эту отрасль, которая использует богатство страны в виде недок. Совершенно другие. Можно иметь возможности для страны по всем направлениям. И обеспечить независимость, в том числе, и электронику, и так далее, и так далее. У нас эти фрязенские, зеленоградские, уникальные новосибирские системы, заводище, работали в свое время, производя чуть ли не четверть соответствующей продукции уникальной. Сегодня все разорили, все эти автоматы уничтоженные роботы. Только-только первые шаги делаются по восстановлению. Одним словом, уважаемые товарищи, я к чему это говорю? Я это говорю, что сегодня все фракции должны быть заряжены на эту серьезную работу. Эта работа не только в стенах каждого регионального отделения в Думе или там в Совете. Эта работа должна пройти по всем направлениям. По всем направлениям. Встреча с депутатами, это наши автопробеги, это наши пикеты, это раздача наших материалов. Материалов мы готовим многократное обращение председателя партии, наших штабов. У нас идут спецвыпуски. Или втихую их разбросать через почтальон, или в одежде молодежь должна раздать в руки и сказать несколько добрых слов тем, кто читает или обязан читать, исходя из того, чтобы жизнь свою спасать. Восстановить наши мобильные группы, реанимировать. Мы приняли с вами вместе решение удвоить численность партии. Сегодня многие думают, что вот в условиях пандемии можно вообще-то вот все время втихую там просидеть в кабинетах не получится. И кабинеты завтра отберут. Поэтому надо все делать для того, чтобы, понимая, что главное сохранить здоровье людей, использовать все те системные вещи, одеть перчатки, пикировать людей и маски. Все должно работать. Все должно работать, если делаем пикет. Все должно работать, если делаем встречу с депутатами. Пример приводит... Пример можно привести. Вот Москва. Многие районы Московской области. Это вот все, что касается Саратова. Это все, что касается Ростова. Многих других территорий, которые мы ставим в пример. Но некоторые, или там взять Коми, или многие другие северы на нашей территории. Борьба за экологию. Борьба за наши программы. Против развала здравоохранения, образования. Посмотрите, что делается сегодня с образованием. Опять идет оптимизация. Сегодня сокращают директора. Вот здесь у нас даже в Подмосковье. Значит, на один школа один директор. А эти придурки сегодня сидят, которые в регионах, пацаны. Говорят, а что? А что такого? Мы... А как же? Речка разделяет, большая река. А мы мост построим. Слушайте, за все годы через Аку, через Волгу. И мост не построили. А эти придурки, они же не понимают. Они не видели ни область, ни районы. А они мост построят через Аку, условно говоря. Как это вот предложили в Луховицком районе. Соединить школы, которые по ту сторону, и на Богоре, и там. Туда за поймы. И подобная, подобная дискредитация, разрушение, образование, переход к будущему. Принятие в закон Единой России по этой дистанционке, это вообще-то, я хочу сказать, дальнейшая деградация и развал нашей России как единой крепкой державы. Уважаемый товарищ, я еще и еще раз хочу обратиться ко всем нашим первым секретарям, ко всем нашим структурам. Сегодня многие присутствуют здесь. Наши товарищи, которые работают в других общественных организациях, работают с нами в едином ключе. В едином ключе. Мы вышли напрямую на выборы. Я хочу сказать, если мы не объединим с вами силы, если мы снова не восстановим, не оседлаем нашу улицу в протесте, но в протесте созидательном, в процессе боевом, в процессе твердом, значит, в том числе, повторяю, значит, и нас не на Труханский край отправляют. Если кого-то штрафуют и прочее, прочее, мы поможем. И здесь наше обращение работает. Но если вы проводите по-настоящему подготовленную систему встречи с депутатами, вас никто не трогает. А если вы приведете 5-7 человек, да еще нарушите, значит, законы, в том числе и 94-е, и другие, вы все это должны знать, кто может держать плакат, кто может держать флах и наше знамя и так далее, и так далее. Использовать надо особые даты. Вот сейчас в декабре победа под Москвой. Это особая дата. Надо все сделать для того, чтобы эту дату отметить самым серьезным образом. Это наша победа. Это отряда коммунистов, комсомольцев, наших советских людей, наших отцов и дедов. Ее не надо отдавать никому. Иван Андреевич сказал, посмотрите, какая желчий яд с языков этих либералов течет. Значит, копаются снова в великих достижениях наших побед. Все смотрят на Сталина, какой плохой, Владимир Ильич Ленин, какой плохой. Слушайте, Ельцин хороший с Горбачевым. Предатель и разрушитель, которые надо к позорному столбу приклеить их фотографии повсюду. Строим, видите ли, им всевозможные центры и памятники. Но это же просто издевательство. Вся страна это признала. Значит, нарушение референдума и так далее, и так далее. А к нам все докапывают с этой составляющей. В то же время прислониться больше некому для того, чтобы драться, значит, за нашу сегодня единую Россию, за наши интересы европолитические. И снова возвращаясь к истокам великой нашей победы. Одной, второй, третий и звездной, и 41-го, 45-го, и наших других уникальных завоеваний, они есть. Но, к сожалению, хочу сказать, и то, что мы делаем сегодня в Донбассе, и что мы делаем сегодня в том же Карабахе, и в других регионах, в той же Белоруссии, все это тонет к несчастью из-за того, что стало тяжело жить нашему основному населению. И не только русскому, не только титульной нации. Эти либералы орут о русском народе, они ничего и понятия не имеют о русском народе. Они орут опять лишь только для того, чтобы в конце концов унизить русских, нас, коренных людей, что за нас будут орать люди, не имеющие отношения к русскости, которые борются и являются флагманами антисоветизма, нашего менталитета в целом, коммунизма, левых идей. Поэтому, уважаемые товарищи, еще и еще раз, наша русскость, она в нашем величии, инновационального нашего единения. И я убежден, что все мы должны, не случайно сегодня мы проводим вот в день учебы и молодежь, все мы должны встряхнуться. Все мы должны встряхнуться и всерьез озаботиться о том, чтобы вернуться на улицу и наши документы, и наши программы, и нашу критику власти вести достойно, вести мощно, охватывая все и вся. И трибуну Домскую, и трибуну любую другую, и, конечно, улицу. И у нас, безусловно, все получится. Я желаю, уважаемые товарищи, всем нам вместе побед, совершений. И, главное, настрой на эти победы, настрой на новые наши возможности. А они у нас с вами реально существуют сегодня. Народ разворачивается в нашу сторону. Давайте этот разворот в очередной раз с вами оседлаем, как положено. Спасибо. Спасибо, Владимир. Всем здоровья. Спасибо. Сейчас идет обсуждение на местах бюджетов. Я бы хотел, чтобы вы максимально увязали нашу программу, которая принята, с местными задачами. Я недавно посмотрел блестящее выступление Ивачева с трибуны местной думы. Прекрасно выступил. Прямо сказал, есть реальная программа вывода страны. За ваш бюджет мы не будем голосовать. Кстати, наша фракция за этот бюджет деградации, который тащили в Думу, а-ля Кудрин и Суланов, голосовать не будет. Мы предложили свой. Кстати, очень обстоятельно обсуждали. Впервые в Московской Думе от нашей фракции почти все выступили из Убрилин. И они на основе глубокого анализа показали, что можно сделать. Это ненормально, когда в Москве не хотят развивать даже промышленность. Я бы попросил выступить Афонина, замоистителя председателя и руководителя кадровой комиссии. Но просьба всех плотная и строго соблюдать график. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые товарищи. Действительно, вопрос, который мы сегодня обсуждаем, это организация политической учебы. Это процесс, который должен нас сопровождать в каждодневной работе. Особенно вот эта вот работа важна в преддверии крупной федеральной избирательной кампании, которая состоится в следующем году. Потому что наша партия действительно прошла серьезный этап. У нас работает Центр политической учебы. Многие наши товарищи, кто выдвигается региональными местными организациями на выборы в Государственную Думу, в законодательные собрания прошли обучение. Мы, конечно, должны серьезно уделять внимание этой работе и наращивать эту работу. И действительно, в следующий год перед нами очень стоят ответственные задачи. Мы договаривались, чтобы уже к концу этого года, к 1 декабря, получить предложение местных и региональных отделений о выдвижении возможных кандидатов в депутаты в Государственную Думу по одномандатным избирательным округам. Если мы вспомним прошлую избирательную кампанию, то мы тоже дали достаточно рано старт этой работе. И она в определенной мере принесла определенные итоги. Хотя мы должны четко понимать, что и кадровый состав, и та методика работы должна, конечно, усиляться. Мы благодарны региональным отделениям, которые в подавляющем большинстве отработали и вместе с нашими службами представили в Центральный комитет, в кадровую комиссию, в Президиум Центрального комитета партии свои предложения по одномандатным избирательным округам. У нас всего будут 225 сформированных одномандатных избирательных округов. Скорее всего, они останутся в целом в границе тех округов, которые были на прошлых выборах в 2016 году. На данный момент мы отработали с региональными отделениями наших кандидатов и предложений по 173 одномандатным избирательным округам. У нас, к сожалению, есть ряд регионов, которые чуть запаздывают с этой работой. Поэтому я прошу руководителей Дагестанского, Забайкальского, Челябинского, Красноярского партийных организаций в течение ближайшего времени дать свои предложения. Мы договорились, что со следующей недели начнется заседание кадровой комиссии, на которой мы будем с каждым регионом обсуждать и подготовку к отчетно-выборной конференции, и, конечно же, обсуждать подходы и работу наших возможных будущих одномандатников. Потому что считаем, что и мы в одномандатных округах должны побеждать, и яркие примеры есть. Ну и, конечно, участие в этих выборах по одномандатным избирательным округам, конечно, сшивает общую избирательную кампанию и усиляет работу нашей партии. Геннадий Андреевич отметил, что принято решение президиумом, председателем партии о том, чтобы тех кандидатов, которые начнут работу в начало следующего года, материально поддерживать через региональные наши партийные комитеты. Но мы будем строго следить и за активностью. Сейчас есть достаточно большой инструментарий, возможность увидеть, как кандидат проводит встречи, какую агитационную работу он проводит в социальных сетях, какие печатные материалы он выпускает. И во многом поддержка Центрального комитета будет зависеть от активности наших кандидатов. Мы сейчас с вами проходим сложный этап формирования ТИКов. Практически в большинстве регионов он в декабре завершается, а еще в части регионов он уже завершился. Но мы должны четко понимать тенденции. Она сейчас видна. Мы, конечно, укрепили эту структуру, направив наиболее ярких, сильных, профессионально подготовленных специалистов территориальной избирательной комиссии. Но тоже на примере ряда регионов увидели попытки, с одной стороны, власти, иногда через некоторых наших товарищей, а мы будем разбираться с каждым конкретным случаем, навязать людей удобных местным администрациям, которые не будут отстаивать и бороться за честные выборы, за наши результаты. А с другой стороны, особенно в крупных городах, идет попытка вместо коммунистов через наши партийные комитеты вести представителей так называемой либеральной оппозиции, связанных с господином Навальным и со всей вот этой вот командой. И что тоже чревато для нас, поэтому по всем фактам, которые у нас есть, мы, конечно, будем разбираться вместе с контрольно-ревизионной комиссией, потому что для нас обеспечение контроля, направление миллиона своих контролеров во все комиссии разного уровня, наблюдателями, членами комиссии с завещательным решающим голосом является очень важным. Ну и, конечно, в рамках вот этой вот подготовки к выборной кампании нам предстоит провести серьезные партийные мероприятия. У нас этот и следующий год – год отчетов и выборов. К сожалению, вот эта вот пандемия, которая, ну, действительно, разыгралась по всей стране и в целом ряде регионов, она особенно острая, хотя, наверное, нет ни одного региона Российской Федерации, кто не испытывает серьезных проблем с ростом заболеваемости и с проблемами здравоохранения. Ну вот, даже в этих условиях мы, конечно, эту отчетно-выборную кампанию должны успешно завершить. У нас на данный момент прошли конференции в девяти региональных отделениях, отчетно-выборные конференции. На этих выходных состоятся конференции еще в трех регионах, но декабрь будет очень насыщенный – 44 региональных конференции, отчетно-выборных конференций. В тридцати регионах у нас они пройдут в январе и феврале, но мы с вами, есть соответствующее решение президиума, должны четко определиться. Переносы какие-то могут быть, вы свои предложения дали. Во многом переносы могут быть связаны с тем, что задержалось в проведении отчетно-выборных конференций в местных отделениях. К сожалению, и наши товарищи болеют, и секретари болеют, где-то очень жесткие ограничительные меры. Но начало марта мы должны завершить полномасштабную отчетно-выборную кампанию в региональных отделениях. Для того, чтобы уже провести два этапа съезда и отчетно-выборный, самый важный, самый главный, 18-й съезд партии. Ну и, конечно, провести этап съезда, связанный с выдвижением списка кандидатов и наших одномандатников. Мы тоже в рамках кадровой комиссии наших служб с регионами будем отрабатывать те ваши кадровые предложения. Я благодарен, кстати, целому ряду наших опытных секретарей, которые, понимая, что необходимо, конечно, сочетать опыт старшего поколения, мудрость, энергетику и такую активность молодости, сами уже вышли с предложениями в кадровую комиссию, в президиум, и предложили на посты первосекретарей тех молодых товарищей, которые работали с ними на протяжении десятилетий, кого они готовили, кого они обкатывали, в том числе и через центр политической учебы, через организацию целого ряда крупных акций. Поэтому мы эту работу тоже должны провести. Есть задача, поставленная председателем партии, это, конечно, серьезно усилить нашу юридическую группу и юридическую вертикаль. Мы эти усилия предприняли уже при фракции КПРЛ в Государственной Думе, работает юридическая группа. В помощь нашей юридической службы в ходе выборной кампании, начиная с января, будет работать хорошая группа наших электоральных юристов. Поэтому поставленные задачи мы выполним. Ну и, конечно, все те решения, которые принимались на последнем президиуме, пленуме, об обеспечении агитационно-пропагандистских материалов, об обеспечении наглядной агитации, накидок, подарков к Новому году, мы, конечно, должны осуществить, потому что это текущая работа, связанная с укреплением наших рядов. Большое спасибо. Спасибо, Юрий Вячеславович. Обращаю внимание всех первых руководителей штабов на следующее. Нельзя выиграть сегодня выборы, если будет поздний старт. Те, кто засидятся, те теряют золотое время, потому что много конкуренции. На нашем фланге уже нарезались десяток партий обманок, и они будут свою грязную работу реализовывать. Если мы сегодня и завтра не начнем, послезавтра будет поздно. Чтобы дойти до избирателя, надо будет все сделать. И прежде всего дать материал ему в руки. Поэтому все идеологи, листовка, буклет, программа, газета, спецвыпуск, все должно быть заранее продумано, ярким, убедительным и доставлено в нужную точку. Обратите на это внимание. Везде должен быть флаг. Какое бы вы мероприятие ни проводили, куртка, накидка, флаг, должен быть флаг Компартии, флаг наших друзей и союзников. Показать сплоченность левопатриотических сил. И исключительно важно открыть поры для молодежи. Там, где молодежь активно участвует, это готовые работники. И в партийных комитетах, и помощники, и на будущее, в том числе и кандидаты в депутаты всех уровней. Молодежи дать зеленую улицу, везде и повсеместно. Поддержать и помочь. Кстати, опрос показал, что молодежь от 18 до 25 лет сегодня заражена идеями справедливости. Она требует этой справедливости. Но требует очень активных и энергичных действий с нашей стороны. Попросил бы Новикова, заместителя и руководителя информационных служб, плотно осветить тему. И затем посмотрим видеоматериал. Дмитрий Георгиевич, плотно, пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые товарищи, сегодня 25 ноября. Это означает, что остается три дня до важной даты. 200 лет назад, 28 ноября 1820 года, родился Фридрих Энгельс, выдающийся мыслитель и выдающийся революционер. Эта юбилейная дата продолжает череду уникальных для коммунистического движения годовщин. Мы отметили с вами 100 лет Великого Октября. 150 лет отмечаем со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В честь 200-летия со дня рождения Карла Маркса провели интереснейшую научно-практическую конференцию. Первые секретари региональных комитетов в ней участвовали. Материальным подтверждением этой конференции и ее результатов стала вот эта брошюра «Капитал Маркса» и его влияние на развитие мира, которая, конечно, в числе других материалов должна использоваться в системе партийно-политической учебы еще многие годы вперед. Три подвига Энгельса. Так называется статья Геннадия Андреевича Зюганова, которая завтра выходит в «Правде» и в Советской России, приурочена к этой годовщине. Тема нашего сегодняшнего общения – это партийная учеба, политическое просвещение. В этой связи первое. Постановление Президиума ЦК принято, вам разослано. Это не только постановление, это целый пакет документов. Он включает в себя методические рекомендации, списки рекомендованной литературы, списки видеоматериалов, которые могут быть использованы при подготовке к занятиям в системе партийно-политической учебы. Станислав Эдуардович Анюховский, руководитель Центра политической учебы ЦК КПРФ, на этих материалах, этих документах отдельно остановится в своем выступлении. Второе. Учитывая наши новые партийные планы по росту рядов, особенно начинать учебу сначала, потому что ключевые партийные документы должны быть хорошо освоены и молодыми коммунистами, и все, кто работает в нашей партии. А начинать сначала – это значит начинать с программы партии и с устава партии. Эти документы, конечно, тоже не должны выпадать из зрения партийного актива, из поля зрения ни в пропаганде, ни в партийно-политической учебе, а как конкретно можно построить работу по изучению этих документов, мы с вами каждый раз на каждом потоке в Центре политической учебы демонстрируем. Невозможно строить пропаганду программных задач, говорить о смысле нашей работы, не освоив сами программные положения. Поэтому еще раз подчеркну, что и общая программа партии, и антикризисная программа, и документы, которые ее развивают, такие как материалы Орловского экономического форума – все это то наше богатство, которое требует освоения в системе партийной учебы. Третье. Материалы съездов и пленумов Центрального комитета. Если вы внимательно изучите методические рекомендации, которые ЦК представил вам в помощь по организации парту учебы, то вы убедитесь, что Центральный комитет за последние годы рассмотрел практически все ключевые темы нашей деятельности. Это тот массив, который не может быть проигнорирован при организации учебных занятий. 24 октября на пленуме ЦК мы определили, что рост влияния партии не обеспечит без роста самой партии, без роста ее рядов. Вот почему и сегодня в своем выступлении Геннадий Андреевич еще раз напомнил, что опубликовано обращение Центрального комитета. Ждем вас в рядах борьбы за справедливую, сильную и социалистическую Россию, за СССР. И наша задача – продолжать пропаганду данного документа и тех семи главных задач, которые зафиксированы в этом обращении. 11-й пленум Центрального комитета, прошедший в формате видеоконференции, рассмотрел вопрос борьбы КПРФ за левопатриотический народный фронт, за права трудящихся и национальные интересы России. Доклад был опубликован заранее, 17 человек выступило в плениях. В связи с итогами пленума стоит отметить, что в нашей жизни, в жизни нашей страны, в жизни партии, в жизни каждого, сейчас есть две судьбоносных развилки. Первое состоит в том, выйдет ли Россия из кризиса, а значит, и сохранится ли наша страна вообще, или мы повторим трагедию февраля 17-го года и декабря 91-го года. Трагедию 17-го Россия преодолела благодаря Октябрьской революции, Ленину и большевикам. Трагедию 91-го года преодолеть страна не смогла, так как разрушение страны сопровождалось запретом коммунистической партии. Она, чем больше времени проходит, тем это больше ясно, она являлась важнейшей скрепой нашей большой страны, Советского Союза, страны сложно устроенной, многообразной, многонациональной. Сегодня вновь стоит вопрос о самом сохранении России. Это и есть первая развилка. Теперь развилка вторая, о ней в докладе председателя ЦК на плеенами от Центрального комитета о последнем Октябрьском было сказано вполне определенно. Из острого капиталистического кризиса история знает два варианта выхода. Это либо социализация страны, либо фашизация. И социализацию нам с вами никто не подарит, она автоматически не наступит, власть по доброй воле этого не обеспечит, и только мы сами с вами можем добиться этого. ...привести речь о том, что, ну а что такое? Ну, надо и такую перспективу, как фашизация рассматривать. Но если другого выхода для сохранения единства России не будет, значит, это один из приемлемых сценариев. То есть эти люди ментально уже готовы обслуживать тенденции, связанные с фашизацией политической системы России. Мы с этим согласиться не можем. Мы знаем, что есть другой выход из экономического, капиталистического кризиса. И это, конечно, левый поворот. Четвертый момент. Аналитическая работа партии продолжается каждый день. Каждый день генерируются новые материалы. Их невозможно было учесть в методических рекомендациях и даже в постановлении президиума ЦК, которое готовилось в середине текущего года. Жизнь продолжается. И президиум ЦК, лидеры партии, председатели ЦК продолжают делать выступления, доклады, статьи. Подразделения ЦК выступают с аналитическими разработками. Все это тоже должно становиться предметом внимательного изучения, как индивидуального в режиме самоподготовки, так и коллективного. Если обращаемся к актуальной проблематике сегодня, к сегодняшней повестке дня, то мы видим те парламентские баррикады, в которых фракция КПРФ участвует. Мы видим бюджетную политику, с которой согласиться не можем. Мы предлагаем свою альтернативу. На сей счет есть и статьи, и публикации. И сегодня ряд моментов. И Геннадий Андреевич и Владимир Иванович на сей счет проиллюстрировали. Пятый момент. Ключевые даты. Мы их уже назвали. Будет выступать Борис Рогич Камоцкий. Правда, большую роль уделяет этим датам. И по 200-летию со дня рождения Фридриха Энгельса было опубликовано много интересных статей. Иван Игнатьевич Кичук тоже планирует сосредоточиться на этом в своем докладе. Поэтому я перехожу к пункту шестому. В этом году Центральный комитет окажет дополнительную помощь региональным комитетам, да и местным в организации партийной учебы на местах. Многие товарищи говорят о том, что у них сказывается нехватка лекторского состава. Это не позволяет весомо представить те или иные важные темы в ходе партийной учебы. В этой связи будем активнее использовать системы видеоконференц-связи. И тот лекторский корпус, который сложился сегодня благодаря деятельности Центра политической учебы ЦК КПРФ. В качестве лекторов там выступают и секретари ЦК, и советники председателя Любовь Никитична Швед, и другие товарищи, и наши опытные идеологи, такие как Юрий Павлович Белов. В этом году созданный им в свое время Центр политической культуры в Ленинграде начал уже 11 сезон своей деятельности, о чем Ольга Архипна-Ходунова, я думаю, сегодня упомянет. Опыт и знания всех этих людей будет использован. Юрий Павлович Белов уже назвал темы, которые он готов озвучить в режиме вот таких видеоконференций учебного порядка. Например, он назвал тему «Ленинская диалектика классового подхода», где он готов осветить в том числе отличие этого классового диалектического подхода от механистического подхода. Еще одна тема его – это единство национального и классового как единство формы и содержания. Далее – учет национально-исторических особенностей в социалистическом преобразовании общества. Классики марксизма-ленинизма о будейном и политическом мещанстве. Ленин и Сталин – значение сознательной дисциплины в борьбе за единство партии. Седьмой момент – списки литературы и списки видеоматериалов. Это часть комплекса, который мы вам предоставили вместе с постановлением президиума по парту учебе. Еще раз, если вы внимательно изучали, то убедились, что все рекомендуемые темы в партийной учебе снабжены ссылками на материалы тех или иных пленумов Центрального комитета. Ну и что касается видео. Значит, массив видеоматериалов большой. Во-первых, это трансляции всех партийных форумов, начиная со съездов и пленумов. Второе – это интервью председателя ЦК, которых по злободневной тематике достаточно, и ни одна крупная тема из поля зрения в этих интервью не выпала. Далее, актуальная повестка дня на канале «Красная линия». Это темы дня новости, эта программа «Стоит задуматься» и программа «Точка зрения». Новости, как правило, это не тот жанр, который можно активно использовать в учебных целях, но это способ быть в курсе партийной жизни, помогать выявлять актуальные темы и предлагать их коммунистам при проведении занятий в рамках политучебы. Тема помощи Донбассу, любая, все они находят отражение в этих новостных программах. А вот программа «Точка зрения» зачастую представляет набор больших, крупных тем, их можно прямо использовать в учебных целях. Мы проводили эти программы, в том числе и по юбилейным датам, начиная со 100-летия Великого Октября. Специальные репортажи. Ну, например, спецрепортаж, которому не исполнилось еще и года, называется «По-русски о единственном колхозе, который сохранился в Азербайджане». Сегодня, прямо скажем, власть согласилась, поддержала наличие такой структуры. Это колхоз, который организовали русские, живущие сегодня в Азербайджане. И просмотр таких материалов является хорошей иллюстрацией к статье Геннадия Андреевича «Русский стержень державы», которая также должна оставаться в поле зрения и пропаганды, и политучебы. Надо сказать, что, разрабатывая эту тему, лидер партии активно вписывает ее в крупные международные вопросы, такие как «Новое оружие глобалистов». Вот здесь есть отдельный раздел в этом материале «Новое оружие глобалистов», который посвящен Транстихоокеанскому и Трансатлантическому партнерствам. Трамп похоронил эти соглашения, которые могли серьезно усилить влияние США в мире, но Байден уже заявил о том, что он вернется к этим соглашениям. И уже у вас есть материал, который рассказывает о том, в чем суть этих соглашений, какую угрозу для России, в частности, это несет. Документалистика телеканала «Красная линия» – это вообще готовый материал для партучебы. Например, один из последних документальных фильмов «Гулливер и Лилипуты» называется «О сталинском плане преобразования природы». Для рассмотрения, каких тем может эта киноработа пригодиться. Берем тему «Вопросы социалистического строительства». Фильм годится. Берем тему «Преимуществ плановой экономики». Конечно, фильм подходит. Берем вопросы ленинско-сталинской модернизации. Конечно, можно использовать. И даже в вопросах экологии, исследования экологии, нашей позиции партии, нашей традиции, наших подходов, этот фильм тоже можно использовать, если вы эту тему вынести на партийно-политическую учебу. Мы сейчас посмотрим 10-минутный сюжет, посвященный этому, но еще несколько слов. В условиях эпидемии нам с вами пришлось раздвигать, распределять во времени целый ряд конкретных задач и конкретных проектов. Мы с весны этого года на весну следующего перенесли форум международный в честь 150-летия со дня рождения Ленина. В планах он остается. Мы с нашими ленинградскими товарищами опять-таки с апреля на осень этого года перенесли и провели международную конференцию в честь 150-летия Ленина в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце. Мы провели первый автопробег по городам воинской славы под руководством Казбека Цуковича Тайсаева и оставили за собой возможность и перспективу проведения второго этапа. То есть работа с юбилейными датами продолжается. Ну и, конечно, мы усилили на фоне пандемии и аналитическую работу, и пропаганду в сети интернет. И вот самый последний всплеск интереса в соцсетях к партии, к нашей позиции, связан как раз с нашей позицией по закону 2К об экспресс-судах и возможности в течение 24 часов изымать детей из семей. И по вопросам в целом образовательной политики партии, нашей позиции по дистанционному образованию. Так что спасибо за внимание. И вот сейчас 10-минутный сюжет. Посмотрим еще. Всего в 2019 году в эфир вышел 71 специальный репортаж. Работа специального корреспондента Дениса Перестова «Клюква-хайп» о жизни из семи на 450 рублей в месяц удостоена главного приза международного кинофестиваля «Вместе». Редакции телеканала изучены и так называемая «Новая целина». В двух районах Московской области ввели в сельскохозяйственный оборот практически все заброшенные земли. В результате сбор зерновых только в Луховицком районе вырос почти в шесть раз. На сегодняшний день за пять лет поднято целины 30 тысяч 100 ектаров. 98% пашни у нас в Луховицах в обороте. Наши специальные корреспонденты в прошедшем году побывали на многих народных предприятиях. Царящий в них дух коллективизма позволяет им отлично работать даже во враждебных экономических условиях. Пропаганда организации жизни людей на коллективистских началах «Неприхоть нашей партии» – это исконный русский образ жизни и труда. Пример тому – колхоз с 90-летней историей в Азербайджане. Работают и живут в нем потомки старообрядцев. Село Ивановка всего в двухстах километрах от Баку. Название не обманывают. Там русский дух, там Русью пахнет. Восемью что бывает? Лизия! Нет, что бывает? Лизия! Лизия! Вот давайте с вами листики расстроим. 170 лет назад Ивановку основали русские старообрядцы, не пожелавшие отступить от своей веры. Их потомки также оказались верны традициям русской общинности. Так как мы изначально пришли сюда, в Азербайджан, общиной и привыкли жить общиной, наши жители обратились к нашему общенациональному лидеру Гейдару Ильичу Алиеву и попросили остаться колхозом. Львова спросили, где твоя земля? Мы не знаем. Мы ее даже не делили. А все она считается нашей колхозной землей. О том, как живут и работают, в единственном на весь Азербайджан колхозе. Специальный репортаж Максима Скороходова. По-русски. Смотрите на канале «Красная линия». Колхоз – это хорошо. Практически все программы дискуссионного клуба «Точка зрения» в большей мере касались предложений партии по организации жизни страны в различных сферах. Сформировавшееся вокруг канала авторитетное экспертное сообщество активно поддерживало инициативы партии и практический опыт работы руководителей народных предприятий и регионов России. В 2019 году в эфир телеканала вышло 192 программы дискуссионного клуба «Точка зрения». Неизменной популярностью у зрителей пользуется программа телеканала о работе фракции КПРФ в Государственной Думе. Стоит задуматься. В прошедшем году в эфир канала вышли 42 выпуска этой программы. По нашему мнению, поливение общественных настроений в стране коснулось и руководство ряда региональных каналов. В 2019 году подписаны соглашения об использовании имя нашего контента. В первую очередь телевещатели интересуют бренды советской эпохи, наши документальные фильмы и специальные репортажи. Такое наблюдается впервые. Как всегда, серьезным информационным событием для редакции канала являлись ежемесячные интервью председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова по актуальным вопросам внутренней и внешней политики. Надо выбирать курс, который позволил бы двигаться в интересах большинства. Он нами выстроен, он нами продемонстрирован в народных предприятиях, он впитал все лучшее из советской эпохи, из китайского опыта, из социализированных государств Европы. А у нас пока олигархический капитализм бандитского профиля с блатным уклоном. Интервью с Геннадием Зюгантовым. Смотрите на канале «Красная линия». 2019 год – это год 140-летия со дня рождения Сталина. В этот год в партийных организациях по всей стране проводились научно-практические конференции и торжественные собрания. Открывались новые памятники генералиссиусу. Главные события прошли в Москве. 20 декабря в колонном зале Дома Союза прошел торжественный вечер. В 2019 году к юбилею Сталина в эфир вышел специальный репортаж «Зеркало русского севера» о городе Сальвычегодский, Архангельской области, месте ссылки Сталина и о работающем там музее. А 21 декабря на канале состоялась премьера документального фильма «Гулливеры и лилипуты». Сразу после Великой Отечественной войны был принят сталинский план преобразования природы. Фашизм победили и засуха победили. Перед страной поставили амбициозную цель – изменить климат при помощи многокилометровых лесных полос, рукотворных прудов и водохранилищ. Мир ахнул перед величием градиозности святого плана. План, скажем, объединял и ученого, и колхозника в едином порыве, в едином стремлении. Как первая в истории человечества масштабная экологическая программа изменила нашу страну? И надолго ли хватит того, что создали наши отцы и деды? Документальный фильм «Гулливеры и лилипуты». Премьера на канале «Красная линия». Кроме этого, редакция телеканала в 2019 году выпустила еще три документальных фильма. Победившие себя сами – двухсерийный документальный фильм «Сословная Россия» и фильм «Дети Донбасса». Кстати, на телеканалах «ТВ-центр», «ОТР» и «Звезда» часто используют нашу продукцию для дискуссионных программ. Совсем недавно фильм «Дети Донбасса» обсуждался на телеканале «Звезда» в программе «Открытый эфир». И я бы хотел представить особенного гостя, он сегодня в нашей студии, это Александр Андреев, автор документального фильма «Дети Донбасса». Давайте посмотрим фрагмент из этого фильма и будем говорить. Самое страшное, что принесла война на Донбассе – это искалеченные судьбы детей. Даже если война только коснулась, это все равно навсегда. У детей украли детство. Они никогда не смогут забыть те ужасы, которые им пришлось пережить, живя в подвалах, ночуя на улицах и видя смерть совсем рядом. Ну, вы знаете, что мы всегда не просто вам помогали, мы крайне обеспокоены, что там действительно еще продолжается война. Поэтому все будем делать, чтобы наступил мир, чтобы вы были счастливы, учились. Ну, давайте дружно. Три, четыре. Молодцы, донбассовцы! Я поехал в Донбасс снимать детей, которые каждый год по несколько раз приезжают в подмосковный санаторий Снегири. И узнал там кучу всяких историй. И что самое больше всего меня поразило то, что дети привыкли к войне. Уже многие годы партия оказывает всестороннюю помощь Донбассу. За пять лет нашим братьям было направлено 83 гуманитарных конвоев и более 10 тысяч тонн различных грузов. Это не частная помощь. Это помощь от души, от сердца нашей партии, патриотических сил, женского движения, офицерского состава. Всех, кто любит нашу страну и понимает, что без дружбы и сплоченности эта нацистско-фашистская свора, которая ввалилась в нашу страну и пошла сейчас в атаку, она снова является главной угрозой. Я убежден, что теплота наших сердец вот через эти подарки, через этот груз, она дойдет для Донбасса, она еще больше даст возможность нашим ребятам, кто в окопах, кто кует и оружие, и добывает уголь, и растит хлеб, быть более уверенными. В прошедшем году болельщиков порадовали достижения спортивного клуба КПРФ. Несмотря на свою молодость, мини-футбольный клуб партии вышел в Лигу чемпионов УЕФА. В серии матчей элитного раунда, обыграв маститых европейских соперников, наши футболисты вышли в финал четырех, который состоится в апреле. Футбольный клуб КПРФ несет наше знамя уже на международной арене. Наши ребята показали блестящее мастерство, великолепную волю к победе и достойно победили. Вообще это историческое событие. Лигуна «Красная линия». Подчеркиваем главный. Завершили демонстрацию? Да, завершили, Геннадий Андреевич. Да, я хочу поблагодарить Дмитрия Георгиевича и «Красная линия», и Миллера, и его команду. Вот вы сейчас посмотрели небольшую сбойку дел партии. Это действительно реальные дела. И комсомолы, и партии, и пионерии, и наших союзников. Большое вам спасибо. Но надо наращивать и продолжать. К Новому году объявили движение «Тепло наших сердец» должно дойти до каждого ребенка. И детей войны, и детей Донбасса. Мы в Северях приняли уже 6 тысяч. Несмотря на коронавирус, в этом году приняли три больших потока. И нам удалось под руководством Коломейцева и Шурчанова в программе и в бюджете отстоять финансирование на следующий год. Просьба всем подключиться. Это вот как раз то, что делает нас действительно социальной партией. Советской, настоящей, духовной, богатой и очень достойной. Спасибо. Продолжаем эти лучшие традиции. Но одной из ярких традиций партии является наша газета «Правда». Борис Олегович Камоцкий, пожалуйста, на просьбу прулотно. Добрый день, уважаемые товарищи. Пожалуйста, Борис. Добрый день, товарищи. Слышно меня хорошо? Слышно, да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. В той идеологической борьбе, которую ведет партия и ее центральный орган «Правда», есть две стороны. Одна – это критика, разоблачение действий власти и Единой России, а другая – утверждение наших программных положений. И здесь, конечно, роль газеты заключается в том, чтобы внести до широких масс наши программные заявления, обращения, статьи нашего лидера. А с другой стороны, показывать поддержку, ту массовую поддержку, которая сегодня в этих условиях должна быть на улицах, как Владимир Иванович отметил. И мы показываем постоянные пикеты. У нас есть рубрика «Адреса сопротивления». Каждый номер газеты с этой рубрикой. И причем даже в этих условиях, я должен отметить, что не хватает этого места. Мы делали один раз цветальную полосу «Россия становится в пикет». И будем дальше, безусловно, продолжать. И последние выступления наших товарищей в Москве. И то, что коммунисты, депутаты у стен Думы – это все необходимо будет показывать, 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 как пример и развитие. Кроме общих, таких больших тем, как им является бюджет и макроэкономика, правда, ведет направление по каким-то конкретным безобразиям. По-другому нельзя назвать то, что происходит сейчас с политехническим музеем, который уничтожает это национальное достояние. Его превращают в какую-то торговую площадку без экспонатов вековых и известных во всем мире. Это издевательство, которое происходит над хатом имени Горького после того, как убрали оттуда замечательную нашу актрису и режиссера Доронину. Я хочу показать, что в завтрашнем номере очередной материал будет выходить по этому поводу. Прошу читать. Конечно, безусловно, острейшим полем идеологической борьбы сегодня является история. И здесь вместе с партией мы отстаиваем имена основателей марксизма-ленинизма нашей партии – государства Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Очень много было сделано в газете по 200-летию со дня рождения Энгельса. Завтра, как уже отмечалось, будет статья Геннадия Андреевича «Три подвига Энгельса». Но я еще хочу отметить, что каждый раз против Ленина, как только подходит очередная годовщина Великого Октября, мы видим вот эти волны, эти переименования, эти наскоки. Из самого высокого даже позиции от президента мы слышим какие-то антиленинские высказывания. Поэтому, конечно, партия, правда, продолжает публикации «Защиту Ленину», в рассказе о Ленину я хочу отметить из последних таких публикаций. Это беседа замечательная. Кожемяка и Гроссова «Величайший патриот России» и статью Юрия Белова «Политик нового типа». Что касается Сталина, то о нем как бы стараются сегодня власть не особенно говорить, но умалчивание иногда страшнее всяких слов. Поэтому я хочу обратить, товарищи, внимание на два очень важных материала, я бы сказал, эксклюзивных, опубликованных в ноябре. Это фиаско фюрера о поездке Молотова и целой делегации советской в Берлин в ноябре 1940 года, где шли переговоры. Почему-то о них очень мало говорится, вспоминается, хотя это уникальный был случай, когда Гитлер решил, как говорится, ну говоря по-народному, обдурить советских. И ничего у него с этим не получилось. Так вот, я хочу здесь зачитать то, что было после возвращения Молотова на президиуме, который обсуждал итоги этой поездки, этих переговоров. Вот что сказал Сталин. «Гитлер ведет двойную игру. Готовя агрессию против СССР, он вместе с тем старается выиграть время, пытаясь создать у советского правоводца впечатление, будто готов обсудить вопрос о дальнейшем мирном развитии советско-германских отношений. Такую участь готовит Гитлер и договору с нами. Но заключив договор о ненападении с Германией, мы уже выиграли больше года для подготовки решительной и смертельной борьбы с гитлеризмом. Разумеется, мы не можем договор рассматривать основой создания надежной безопасности для нас. Гарантией создания прочного мира является укрепление наших вооруженных сил». Это к вопросу о том, что Сталин чего-то там не видел, чего-то не понимал, чего-то не предвидел. Все это полная чепуха. И последняя публикация по Нюрнбергскому трибуналу. Хочу отметить, когда был поставлен вопрос. Это был поставлен Сталином и советским руководством в октябре 1942 года. Какой нужно было иметь веру, силу, духа, чтобы думать о том, в октябре 1942 года еще не было Волгограда, еще Сталинградской победы не было, еще только, так сказать, все висит на волоске. А Сталин уже задает вопрос, как будем судить фашистскую всю эту клику. И здесь ему пришлось преодолевать сопротивление, потому что Запад хотел расправиться по-быстрому. Почему? Не выносить на всеобщее обсуждение те безобразия, которые происходили, мюнстерский сговор и все прочее. Обратите внимание, пожалуйста, на эту публикацию. Здесь очень много важных, интересных, очень фактов. В международном плане хочу отметить, что в газете появились целый ряд очень интересных публикаций с лидерами зарубежных компартий. С французской, австрийской. Сейчас готовится беседа с лидером ирландской компартии. Мы не одни в этом мире. И не только на востоке, где у нас Китай, Вьетнам, но и в Западной Европе, и на Западе. Сейчас эти партии трудятся в тяжелых условиях, но они существуют, они работают. И мы, естественно, вместе с ними. И еще одну сторону я бы хотел отметить в работе газеты. Это то, что коммунизм является не только политическим. Коммунизм объединяет мощнейших, интереснейших людей. И поэтому цикл, который сложился у нас, это коммунисты в мировом искусстве, открывает те имена, которые мы советские знали, но многие сегодня забыли. И сегодня я хотел бы отметить юбилей со дня рождения замечательного коммуниста, писателя Джани Радари, который практически незамеченным прошел в октябре. Вот хочу показать номер газеты, в котором мы написали благородный урок доброты. И, товарищи, пожалуйста, обратите на это внимание. И из этой же тоже открытия, которые, казалось бы, ну что можно еще сказать о Сергее Есениной, которым мы тоже отмечали очередной 125 лет. Но я хочу зачитать материал. 5 мая 2014 года в «Правде», которая издавалась тогда как путь правды, появилось стихотворение «18-летняя Есенина Кузнец». С газетами, с большевиками, с «Правдой» были связаны величайшие имена мировой и отечественной культуры. Я хочу, чтобы здесь эти уникальные сведения, факты, примеры пошли в самые широкие круги. Поэтому, товарищи, еще раз напоминаю, подписка, пожалуйста, проводите подписку. И это не только ваше личное чтение, это партийная работа. С газетой, со всей этой информацией нужно идти в широкие народные массы. Это важная часть партийной работы. И секретарям еще раз обращаюсь. Нештатные корреспонденты, пожалуйста, маловато, не хватает нам информации с мест. Прошу обратить на это внимание. Мы всегда готовы поработать с теми, кто будет сообщать с мест о партийной работе, о местных проблемах в редакции, всегда готовы принять и, как говорится, совместно дальше действовать. Вот, что я хотел бы сегодня сказать. Спасибо, Борис Олегович. Интересно, емко. Хочу обратить внимание, особенно нового поколения. Начинайте свою информационную работу с газеты «Правда» и «Советская Россия». Уверяю вас, вы обязательно не только политически, но и духовно будете успешно развиваться. У нас есть электронная версия газеты «Правда» более чем за сто лет. Если вы посмотрите, кто выступал в этой газете, нет ни одной знаменитой личности на планете, которая бы не нашла свое место на странице газеты. А уникальные номера газеты «Правда», посвященные нашей победе и великим событиям – это просто шедевры. Мы иногда их миллионными тиражами выпускаем, они в лед идут, потому что молодежь тогда впервые понимает и ощущает, что происходило. И несколько слов о пакте Молотова-Риббентропа особо подчеркнул Борис Олегович переговоры. Так вот, разрушение СССР началось с того, что Яковлев вместе с своей сворой предателей прежде всего поставили под сомнение этот пакт и на одну доску поставили советскую страну и гитлеровскую Германию. Я когда задал нам в Старой площади этот вопрос, они просто оправдали это безумие. Тогда я запросил в Генштаб основания, почему был подписан этот договор. «Ответ был блестящий. Если бы войну начинали, не отодвинув границу на 250-300 километров, то в Москве бы они были на два месяца раньше. Если бы фашисты начинали войну против СССР с эстонской границей до Ленинграда 140 километров, они первую неделю продвигались скоростью 35 километров в сутки, не помогла бы нам и Ладога. И тогда бы и Брестская крепость не помогла. Короче говоря, это был гениальный пакт, который позволил отдвинуть границу и почти полтора года выиграть для того, чтобы поставить на конвейер лучшие изделия. И танк Т-34, и Катюшу БМ-13, и Грабинскую пушку, автомат Шпагина и все остальное. Вот это надо подробно рассказывать новому поколению в связи с тем, что вот сейчас, например, показывают фильм «Грозный». Я хочу, чтобы вы почитали материал «Завтра». Там есть очень любопытный материал, как «Грозный» заложил основы великого государства, которое тогда было в абсолютно враждебном кольце. И Швеция, и Литва, и Польша, и крымчаки, и османы со всех сторон. И могучая работа Ивана III и Ивана IV, они вдвоем правили более 90 лет, позволило сформировать то великое государство, которое и сегодня пытаются задушить под всякими предлогами. Мы должны, это один из главных пунктов наших, отбить атаки на российскую государственность. Спасибо, Борис Олегович. Правда, у нас этим очень активно занимается. Никитчук Иван Игнатьевич, председатель Центрального совета РУСО. Просьба плотна, Иван Игнатьевич. Спасибо, Геннадий Андреевич. Товарищи, прежде чем перейти к докладу своему, я хочу сообщить вам, что РУСО в последние дни понесло тяжелый утрат. Ушли из жизни член Центрального совета Ричард Иванович Косолапов, крупный философ, один из основателей РУСО, Николай Васильевич Сычев, член Центрального совета, член Президиума, доктор экономических наук Василий Александрович Кислицын, член Центрального совета, кандидат исторических наук, он долгие годы возглавлял региональную организацию РУСО. Я бы посчитал необходимым почтить их память минутой молчания. Спасибо. Товарищи, с докладом и с постановлением вы могли ознакомиться заранее, потому что они были вывешены и на сайте КПРФ, и на сайте РУСО. Поэтому позвольте мне остановиться только лишь на некоторых деталях, на некоторых тезисах. Как уже говорил Геннадий Андреевич и Дмитрий Георгиевич, в этом году мы отмечаем целый ряд юбилейных дат, очень важных, чтобы еще раз обратиться к истории страны и партии, истории коммунистического движения, чтобы пытаться заглянуть в будущее этого движения. В ряду юбилеев для нас, безусловно, самым главным является Ленинский юбилей. Ленин – это актуальность идеи, с которой он прожил всю свою жизнь идеи революции. Прав был Иосиф Сталин, когда утверждал, что ленинизм есть в марксизме эпохе империализма и пролетарской революции, то есть учение Ленина направлено в будущее, в завоевании пролетариатом политической власти. Очень важно твердо усвоить ленинские уроки решения этой задачи, о некоторых из них уместно, наверное, сегодня вспомнить и на нашем форуме. Ленин придавал очень важное значение для завоевания власти субъективному фактору, авангарду рабочего класса, его партии. Планка ленинских требований к партии была чрезвычайно высока. В докладе на Втором Конгрессе Коминтерна, столетие которого мы тоже отмечаем в этом году, Ленин, подчеркивая, что партия всегда есть лишь часть класса, его меньшинством добавил, если меньшинство не умеет руководить массами, тесно связаться с ними, то оно не является партией и вообще ничего не стоит, хотя бы оно и называло себя партией. И таких партий, к сожалению, сегодня у нас появилось очень много, даже с наименованием коммунистическим. Мы это тоже должны с вами прекрасно понимать и принимать во внимание в своей работе. Ленин учил нас, что пролетарское государство может существовать и развиваться при переходе от капитализма к социализму только в форме диктатуры пролетариата до полного исчезновения класса. Забегание в этом вопросе вперед, отмена диктатуры пролетариата в итоге привели к лишению пролетариата ведущей роли в жизни советского общества и в итоге к уничтожению самого пролетарского государства. Я хочу напомнить слова Ленина из его работы «Три источника, три составных части марксизма». Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Сегодня эти слова особенно актуальны, когда мы пытаемся объединить левые силы, когда вдруг появляются разного рода защитники, так сказать, в кавычках, народа, его интересов под красивыми лозунгами, разного рода строители нового социализма. Мы прекрасно понимаем, товарищи, что Ленин смог достичь поразительных результатов при образовании общества, твердо усвоив и творчески развив уроки своих учителей, Маркса и Энгельса. Образно выражаясь, он стоял на плечах этих гигантов и мог видеть и дальше, и больше. Мы сегодня говорим и о 200-летии одного из учителей Ленина, Фридриха Энгельса. Сегодня уже говорил об этом Геннадий Андреевич и Дмитрий Горьевич. Я хочу сказать, что идеи Энгельса и выводы этого замечательного ученого и учителя пролетариата во всем цивилизованном мире остаются современными и востребованными. Энгельс вместе с Марксом первые показали, что вся история – это история классовой борьбы, результатом которой была смена господства и победа одних общественных классов над другими. И это будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнут причины классовой борьбы и классового господства. Это частная собственность и эксплуатация человека человеком. Уже в манифесте коммунистической партии, хочу еще раз напомнить об этом, все прекрасно знают, на отношении к частной собственности Карл Маркс и Энгельс однозначно формулируют в известном тезисе «Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением – уничтожение частной собственности». Практически это было решено в СССР. Освобождение человека от эксплуатации, как и предполагали, как и говорили об этом классике марцизма, дало огромный импульс развитию производительных сил, обеспечившего небывалый взлет достижений во всех сферах жизни советского общества. Энгельс, наверное, справедливо называл себя второй скрипкой по отношению к Марсу, но когда дело касалось рабочего класса, когда дело касалось несправедливости положения этого класса, тут он, безусловно, был первой скрипкой. И можно даже утверждать, что он пришел к коммунизму через рабочий класс, который был им не только понят, но и прочувствован рабочему классу, посвящена одна из лучших работ Энгельса в положении рабочего класса в Англии. Энгельс был блестящим популяризатором марцизма, труды его написаны, большей частью, простым, живым, доходчивым языком. Содержание его трудов ничуть не устарело, это не какой-то духовный антиквариат, не лавка древностей, это бурление наших сегодняшних, а то и завтрашних проблем. Нам надо, вообще-то, поменьше жаловаться, что у нас нет теории, а смелее доставать с пола книги Энгельса, того же Антидюринга, Людвига Феррабаха, происхождение семьи, частной собственности и государства, другие классические произведения Маркса и Энгельса, изучать, пропагандировать их, нести, как говорится, их идеи массы. В одном из главных своих произведений «Диалектика природы» Энгельс написал горькую сатиру на людей, доказав, что свободная конкуренция, которая прославляется буржуазными экономистами как величайшее историческое достижение, присущее, по сути дела, миру животных, лишь сознательная организация общественного производства и распределения на плановой основе может поднять людей над животными в общественном отношении. Уроки классиков надо знать каждому товарищу, кто устремлен в социалистическое будущее. Не выучены в уроке марксизма, чреваты тяжелыми последствиями, увлечением ложными целями, лозунгами и идеями. Вот почему наша задача с вами, задача идеологического актива партии, всего Руссо, каждая ее члена, состоит в том, чтобы в центре нашей работы находилось постоянное внимание к изучению и распространению идей марксизма, ленинизма, вооружению ими как партийного актива коммунистов, так и широкого круга трудящихся. Надо отметить, что Руссо многое для этого пытается делать. Пандемия, конечно, внесла существенные коррективы в нашу деятельность, в наши планы, но это вовсе не значит, что мы сидели, сложа руки, уповая, так сказать, на коронавирус. Организация активно работала, используя другие формы и направления. За это время опубликованы десятки статей в средствах массовой информации, в газетах, в журналах, на сайтах КПРФ и сайте Руссо. Еще одно из направлений нашей работы в это время стала издательская деятельность. Я хочу на этом немножко поподробнее остановиться. Мы в течение этого года издали целый ряд книг и монографий. Вот материалы конференции, посвященные 140-летию Сталина. Уникальнейшее издание, единственное в стране, для тех, кто хочет глубоко погрузиться в изучение капитала, вот такой первый том в двух книгах автор Сычев, Николай Васильевич, ушедший из жизни, к сожалению, вызывает огромный интерес в научной среде. Хочу представить вам книга, которая должна быть на столе каждого коммуниста. Это труды Сталина, подборка трудов, вопросы ленинизма. Здесь есть ответы на практически все вопросы, которые нас сегодня беспокоят. Сборник материалов, посвященных победе 75 лет. Сборник материалов, посвященных 150-летию Ленина, Руссо, страница Лениньяны. Сборник материалов, который буквально недавно вышел, Фридрих Энгельс, 200-летию со дня рождения. Брагин Алисей Александрович подготовил вот такое пособие для начинающих марксистов, марксист-ленинизм, начальный курс. Чрезвычайно важна, я думаю, для системы партийной учебы. Все эти книги есть. В ЦК, пожалуйста, вы можете их использовать. Хочу просто представить две книги своего собственного авторства. Это «Метующаяся Украина», в которой изложены, по сути дела, гносеология тех проблем, которые сегодня разрывают украинское общество. И последняя книга «Освобождение дьявола». Это история о создании первой советской атомной бомбы РДС-1. Пользуясь случаем, я хочу выразить большую благодарность Геннадию Андреевичу, Дмитрию Георгиевичу Новикову за поддержку в издании этой литературы. Без их поддержки, конечно, это было бы сделать невозможно. Мы много внимания уделяли и работе нашего сайта. Сайт сейчас активно заработал, стал настоящей трибуной ученых социалистической ориентации. Он привлек себе внимание и за рубежом. Китайские товарищи заинтересовались Академией общественных наук. Но он может стать более действием, если каждый член РУСО, если каждый активист наш партийный примет участие в работе сайта, помещает свои материалы, участвует в дискуссиях, в разговорах. Я хочу сказать, что сайт в нынешнем даже его положении он может быть серьезным, подспорьем для системы политического образования. Так что заходите, пользуйтесь материалами. Адрес сайта простой CS русо.ру Я хотел бы еще сказать, что мы не остались в стороне от событий в Белоруссии. Мы поддержали братский народ Белоруссии, в частности, обращение к трудящемуся Белоруссии, подготовленным членом Президиума Центрального Совета доктором экономиста и экономикам Ковалевым. Нашло поддержку администрации Лукашенко, и оно было опубликовано в местной белорусской прессе. Занимались мы учебой. Сделано два выпуска молодых коммунистов. Сегодня третий поток завершает учебу с вручением соответствующих удостоверений о прослушанных лекциях. Товарищи, возвращаясь юбилейным датам, мы обязаны сделать все, чтобы как можно больше людей осознали жизненную важность для их будущего идей Маркса, Энгельса, Ленина, важность этих идей в их борьбе за освобождение, за социализм. Нам повезло на таких учителей, как Маркс, Энгельс, нам повезло с Лениным, прежде всего, потому, что это был наиболее компетентный, образованный и одаренный руководитель России. Ленин в воплощении идеи справедливости. Его социальный и политический проект преобразования общества, если говорить совсем, в двух словах, это справедливость через просвещение. Этот принцип должен быть главным в нашей общей работе и в работе Руссо. Спасибо. Спасибо, Иван Игнатьевич. Спасибо, Руссо, спасибо вашему активу. Очень творчески много и полезно работаете. Я хотел бы уклониться светлой памяти Ричарда Ивановича, но всем заявить, что Ричард Иванович и Руссо помогли нам издать дополнительно пять томов для полного сочинения Сталина. Это великолепная творческая работа, это наше общее богатство и наследие. Ну, и вы, наверное, видели недавно по центральному телевидению был фильм «Бомба». Казалось бы, уникальный сюжет, ведь эта бомба спасла человечество от новой мировой войны. Когда Сталин спросил Курчатова, сколько будет стоить этот проект, Курчатов ответил, я боюсь вам говорить, но это, похоже, будет стоить не менее, чем Вторая мировая война. это было сказано в стране, где тысячи городов и сел уничтожены, заводов, и тем не менее, советская страна все сделала, чтобы преодолеть тот разрыв, который был с американцами, и беречь от ядерного шантажа и катаклизма. Десять уникальных городов закрытых было построено с полным обеспечением и оснащением. Никитичук, Варзамат, 16, работал, мы там вместе с ним на этой бомбе сидели и смотрели. Так вот, в этом фильме кто угодно можно было увидеть, кроме гении и подвига наших ученых советской власти, политической воли Сталина и организующей роли Компартии. Вот эта порнография, к сожалению, провожается на наших экранах, которая умаляет роль страны и несет ложь, а не правду, хотя не все говорят, вот их там обижают на Западе. Они сами обижают своей русофобией, антисоветизмом всю великую нашу историю. Просьба к остальным выступающим строго пять минут. Вот экранное такое общение, но требует максимальной компактности. Многие записались. Аняховский, пожалуйста, руководитель центра политучебы. Станислав Анастасия, Добрый день, уважаемые товарищи, Добрый день, Геннадий Андреевич. Ну, я постараюсь очень кратко, тем более тут Дмитрий Георгиевич уже выступал и затронул тему партийной учебы очень подробно. Как вам всем известно, президиум ЦК утвердил комплекс документов и материалов в помощь организаторам партийной учебы. Этот комплекс включает в себя следующие документы. Это постановление президиума, примерная тематика политических занятий, методические рекомендации по партийной учебе и перечень видеоматериалов телеканала «Красная линия», рекомендуемых к использованию в системе партийной учебы. Данные документы подготовлены Центром политической учебы ЦК КПРФ, но, конечно же, нам большую помощь и организационную и содержательную оказывал заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Георгиевич Новиков. Я хочу поблагодарить за это отдельно. А также большую помощь нам оказала при подготовке данных документов редакционный состав газеты «Правда», в частности Виктор Васильевич Тружков. Отдельные блоки мы подробно обсуждали и тоже помогли здесь нам такие опытные преподаватели, как Рустам Ренатыч Вахитов, кандидат философских наук, доктор экономических наук Павел Анатольевич Пакретан, блок касающийся политэкономии разработан с учетом его программ. Ну и тема раздел касающейся истории нам большую помощь оказал в его подготовке Евгений Юрьевич Спицын. Уважаемые товарищи, ну, в силу того, что времени очень немного, я подробно каждый из представленных документов характеризовать не буду, у вас есть возможность непосредственно с ними ознакомиться, я думаю, что многие это сделали. Я буквально два слова скажу о тематике партийных занятий, рекомендуемых вам. Это очень большой документ, он развернутый, состоит из семи разделов, пятидесяти тем, он включает в себя и подробный список литературы каждой из тем, или к разделу, или каждый из тем там есть список литературы. При подготовке этого списка литературы мы старались включить туда как можно больше литературы, вышедшей в последние годы и наиболее важной литературы изданной еще в советские годы. Это сделано для того, чтобы организатор, тот, кто этим списком будет пользоваться, смог для себя отобрать какие-то важные вещи и использовать их уже непосредственно в своем плане. Ну, опять-таки, традиционно акценты при выборе тем, предлагаемых для политического просвещения, нами делались следующим образом. Учтены юбилейные даты, в частности, 150-летие Владимира Ильича Ленина. Продолжается эта тема у нас активно представлена она в вопросах к этих тем политической учебы. 200-летие Энгельса. Также большое внимание уделяется изучению партийных документов и материалов таких, как устав, программа, также это материалы пленумов Центрального Комитета и другие важнейшие партийные документы в этой тематике представлены. Далее, внимание традиционно уделяется изучению трудов председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова. В данной программе акцент сделан на таких его работах, как на службе работ это двухтомник, на службе народу, на службе народу это двухтомник, который по сути дела позволяет проследить нам всю историю партии с момента ее возрождения очень ценная и богатейшая информация в нем содержится. также это известная работа Геннадия Андреевича Россия под прицелом глобализма и русский стержень державы. Помимо этого мы, конечно же, уделяем внимание другим работам председателя. Вот все эти вышеперечисленные материалы и документы на мой взгляд обязательны для вдумчивого изучения каждым коммунистам. Каждым коммунистам. представленная тематика партийной учебы не является законченным и готовым продуктом. Она именно готовилась таким образом, чтобы стать основой для конкретных планов того или иного регионального отделения. То есть человек, который занимается организацией партийной учебы в комитете использует эту тематику и на ее основе готовит собственную программу с учетом особенностей своих, с учетом преподавательского состава, с учетом контингента учебного и так далее. Поэтому помимо собственно говоря этой тематики 2020-2021 года при выработке собственных программ мы рекомендуем использовать и те материалы выпущенные нами в прошедшие годы. Это потому, что практически темы по многим разделам не повторяются. Если вы посмотрите темы по идейно-теоретическому разделу прошлого года, этого года, вы увидите, что существует значительная разница между этими темами, поэтому как те, так и другие можно использовать при выработке собственных программ. очень важно, уважаемые товарищи, чтобы на политических занятиях наряду с рекомендуемой нами партийной литературой использовались газеты «Правда» и «Советская Россия». Но вот о газете «Правда» сегодня хорошо рассказал Борис Олегович Комоцкий. Я действительно призываю вас использовать эту газету. Там практически на каждом занятии по каждой теме можно найти богатейший и ценный материал. Однако, помимо газет и традиционной печатной литературы, время заставляет нас использовать новые средства и массовой информации, и новые программы обучающие. В частности, я и мы рекомендуем использовать такие важные и богатые видеоматериалы, содержащиеся на сайте телеканала «Красная линия». Дмитрий Георгиевич Новиков об этом уже говорил, о содержании и вот этих материалов «Красной линии». Я хочу лишь сказать о том, что нам подготовлен специальный такой вот перечень видеоматериалов, который позволит вам сориентироваться в документальных фильмах, программах телеканала и использовать их уже тематически на своих партийных занятиях. Ну и в заключении хочу еще обратить внимание на одну проблему. В настоящее время практически большая часть населения, молодежь, люди среднего возраста, пожилые, они втянуты в социальные сети. Практически все мы там находимся, очень много времени этому уделяем. А социальные сети, они сегодня представляют собой некий такой зеркало нашего общества. И все те наиболее острые проблемы, политические, экономические, социальные, они находят там отражение. И поэтому, конечно же, во время занятий по партийной учебе мы должны обращать внимание на наиболее острые темы, обсуждаемые в этих социальных сетях. И большую помощь в этом нам сможет оказать партийные ресурсы, которые ведет группа под руководством Марата Сославовича Музаева. Это группа КПРФ и в Инстаграме, и в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, и на других ресурсах. Поэтому, товарищи, нам нужно использовать вот эти ресурсы и, собственно говоря, принимать в работе этих групп непосредственное участие, подписываться в эти группы, способствовать пропаганде материалов этих групп. Там очень много дискуссионных материалов, которые можно напрямую обсуждать в разных аудиториях, не только виртуально, но и, собственно говоря, в обычных аудиториях. Итак, в заключение я хочу поблагодарить всех тех, кто помогал нам в подготовке этих документов, а также попросить вас высказывать ценные замечания, критические какие-то замечания. они очень ценны всегда для нас, и мы их обязательно учтем при подготовке следующих программ. Спасибо за внимание. Спасибо. Очень творчески и грамотно на этом направлении у нас всегда работал Кравец Александр Алексеевич Омский Обком. Он один из первых создал блестящую базу, построил типографию, создал учебный цен, библиотеку и сам показывает пример глубокого осмысления всевозможных проблем. Александр Алексеевич, пожалуйста. Здравствуйте, Геннадий Андреевич. Здравствуйте, товарищи. Мы сегодня обсуждаем очень широкий спектр проблем, проблем очень важных. На что хотел бы обратить прежде всего внимание. Безусловно, те позиции, которые высказал Геннадий Андреевич и его боевые замы и члены президиума я думаю целиком разделяю и поддерживаю. Но если можно вернемся более конкретным другому уровню работы, именно региональном работе в поле. Этот год для партийной учебы конечно очень сложный в плане аудиторных занятий. Пандемия, как и везде, у нас она полыхает, у меня половина членов бюро уже было поражено, поэтому есть проблемы. Но с другой стороны, наша главная задача была все-таки политическое просвещение и обучение масс. На это направлена и наша газета, которая четко выходит, не сбавляя оборотов, 24 полосы и является и транслятором тех установок, которые дает ЦК, докладов, перепечаток из правды из советской России. Это доносится до десятков тысяч жителей и омского приортыща и его подписчиков. У нас мы обладаем другим уникальным явлением, это наш телеканал Обком ТВ, у которого потенциал до 750 тысяч зрителей и который занимается очень активно политической работой. У нас два раза в месяц идет часовая передача акцент, где рассматриваются наиболее актуальные политические проблемы. Это просветительская передача. У нас идут вопросы, связанные с трансляцией материалов, а их очень много, и мы должны отметить работу красной линии. Мы дублируем и показываем признательные и каналу, и тем творческим коллективам, которые работают. То есть в данном случае возможности есть. Но я хотел бы остановиться не на самоотчете, а на невозможности, которые есть у нас, а что представляется необходимым попробовать. В этих сложных условиях. Мы живем в том обществе, которое называется информационным, но это общество без знаний, и больше всего забота это о молодежи. Когда-то Владимир Ленин говорил о марксизме как явлений, которое возникло на столбовых дорогах развития мировой цивилизации и культуры, а Сталин называл ленинизм высшим достижением русской культуры. И это так, но это огромная ответственность. Когда мы пытаемся с кондачка решить проблему марксистского образования нашей молодежи, надо иметь в виду, что общество, а точнее власть, делает все возможное, чтобы ребята не получили должного образования, не получили должных знаний, должных навыков, а с учетом современных информационных технологий, тех же самых гаджетов, у людей вкладывается впечатление, что наличие в кармане смартфона или подмышкой планшетника позволяет иметь доступ к этим знаниям. Но это же не так. Понятно, что без тренировки мозга, без наполнения памяти теми богатствами, которые выработало человечество, превратиться в идейного убежденного борца за социальную справедливость невозможно. К сожалению, нынешняя молодежь оттягивается от этой линии и с этим не так просто бороться. Это первое, это нужно понимать. Вторая позиция, на которую бы хотел обратить внимание. При всем при том, решать отдельно рафинированно готовить наших партийных активистов без постоянного участия в политической борьбе, партийной работой чрезвычайно сложно, а для того, чтобы научить их, здесь нужно сочетать с опытом работы, практической политической работы. Вот для этого необходима подписка, для этого необходима работа в социальных сетях, для этого работ необходимо очень много, чтобы ребята обрели навыки, но параллельно учились, учились и учились. Я говорю вещи банальные, общеизвестные, но от того, что они таковы, актуальность их не снижается, потому что мы это просто ощущаем, я это говорю как человек, который 25 лет отстоял за вузовской кафедрой, который понимает, что такое образование и что такое умение применять его на практике. Но что мы предлагаем в данном случае, если переходите еще более к конкретным вещам? Я думаю, что нам необходимо модернизировать или дать другую аранжировку некоторым наработкам, которые имели место в советский период. Это Ленинский университет миллионов, который был в правде, постоянной публикацией. Это тот же Ленинский университет миллионов, который может идти по нашей красной линии. Это наши сайты, но какое замечание, мы живем в другую эпоху, поэтому пространные большие материалы, они нужны, они умные, толковые материалы, я с удовольствием читаю и в правде, и в советской России, но нам нужно убеждать в правоте не старшее поколение, которых за советскую власть агитировать не надо, а воспитывать молодежь, а для этого нужны короткие емкие материалы. Пока у них клиповое сознание, пока они не распробовали значение глубоких осмыслений философских, политических, экономических, нужно говорить очень просто. И еще попутно к этому. Клипы печатные, я имею ввиду опять вернуться в год выборов к теме листовок. Не спецвыпусков, наверное, а листовка, которая, может быть, будет даже пятого формата, но с одной стороны серьезно, аналитический, жесткий материал, а с другой стороны карикатура, пара-тройка политических анекдотов вдогонку, когда бы люди могли и прочитать наши серьезные материалы быстро, и посмеяться над политикой, которую проводит власть. Дорогие друзья, я искренне благодарю за внимание, всем сил, здоровья, терпения и побед. Спасибо, Александр Алексеевич, вашей дружной команде удачи и успехов. Ваш опыт нам очень нужен, и мы его будем активно пропагандировать. Ивачев, Александр Николаевич, Свердловский, обком, наш молодой первый секретарь. Пожалуйста, Александр. Свердловский, обком. Здравствуйте, уважаемый Геннадий Андреевич, здравствуйте, товарищи. Перед нами поставлена задача в рамках своего выступления сосредоточиться прежде всего на практической стороне работы, поэтому, во-первых, хочется рассказать вам о прошедших в эти выходные выборах в Екатеринбургскую городскую думу. Компания достаточно масштабная у нас была округа по 60 тысяч избирателей, голосование проходило по модной нынче многодневной схеме, один основной день голосования и 10 дней досрочки. В итоге досрочно у нас проголосовало 6% избирателей, а 22 ноября в основной день всего лишь 4%, то есть меньше. Но благодаря тому, что все это время мы ввели активную агитационную кампанию, в том числе и на подходах участках и обеспечили, что самое главное, контроль на участках за голосованием, за конвертами, за досрочкой, это позволило нам не дать Единой России сфальсифицировать вот это досрочное голосование. На одном уике нам даже удалось аннулировать вот эту досрочку. В итоге, да, людей, конечно, принуждали голосовать, гнали их на работе, скупали голоса, но тем не менее многие из них, придя на участок, голосовали по совести, то есть даже на досрочном голосовании, оно считалось отдельно, за Единую Россию проголосовало меньше 50% избирателей. Что касается наших кандидатов, мы заняли уверенное второе место, 26% и 20%, отстали на 9,15% от первых мест. Конечно, это нельзя назвать удовлетворительным результатом, но, учитывая явку, наверное, на большее сложно рассчитывать. Наверное, главный вывод, который мы сделали из всей этой кампании, заключается в том, что при многодневном голосовании, конечно, легче использовать админресурс, легче скупать голоса, но если усилить контроль, если вести активную агитационную кампанию, то можно получать достойные результаты и брать свое. Также хотелось коротко рассказать о двух наших системных направлениях работы, которые могут быть полезны другим региональным отделениям и, может быть, даже Центральному комитету партии. Во-первых, в нашу бесплатную юридическую службу, городской контроль КПРФ обратились обманутые пайщики нескольких кредитно-потребительских кооперативов. По сути, КПК – это такой современный аналог МММ. Туда люди приходят, несут свои последние деньги в надежде получить большие проценты, больше, чем в банках, но по факту чаще всего теряют все. Только в нашей области за последние полтора года от действий таких КПК пострадали более 10 тысяч человек. Сумма, на которой были обмануты эти люди, 8 миллиардов рублей. Точно такая же ситуация по всей стране сейчас происходит, мы мониторим ее, и эта проблема актуальна во всех регионах. Мы сейчас стараемся всячески юридически помогать этим людям. Мы обратились в законодательное собрание Средневековской области с предложением провести депутатские слушания на эту тему, но мы понимаем, что системно решить эту проблему можно только лишь на федеральном уровне. Поэтому предлагаем, учитывая схожесть проблемы, действовать так же, как действовала наша партия в ситуации с дольщиками. Я вам напомню, что тогда руководство партии, Центральный комитет создало федеральное движение обманутых дольщиков. Мы объединили активистов по всей стране, проводили акции протеста, конференции. Геннадий Андреевич, вы, наверное, помните, в 2017 году в сентябре мы огромный пятитысячный митинг организовали в Екатеринбурге и тогда по видеосвязи с Москвой прямо перед вами губернатор Куйвашев отчитывался, когда и как будет решаться проблема обманутых дольщиков. Так вот, мы уверены, что проблема пайщиков потенциально такая же масштабная и серьезные изменения законодательства назрели уже сейчас. Наша партия может стать в авангарде вот этих изменений. И последнее направление, которое хочется осветить, посвящено мусорной реформе. Вы отлично знаете, товарищи, как относятся к ней простые жители нашей страны, предприниматели. В соответствии с действующим законодательством каждые пять лет должны проходить перезамеры нормативов накопления мусора. Так вот, в следующем, в 2021 году подходит очередной рубеж и будут проходить вот эти замеры норматива. Проходят они в четыре этапа. зимой, весной, летом, осенью. Каждый сезон по семь дней подряд. Тысячи точек в каждой области. Причем у нас, в нашем регионе, это проходит по абсолютно коррупционной схеме. То есть, все эти замеры проводятся региональными операторами. За ними якобы наблюдают комиссии, созданные исключительно из чиновников муниципальных администраций. Мы своей задачей поставили контролировать вот эти замеры. для этого создали общественную организацию СтопТариф, которая аккумулирует желающих участвовать в контроле за этими замерами. И большое количество людей уже пришло к нам с этим. Мы проводим конференции, обучаем людей, формируем вот эти списки, подаем их в администрации и выбиваем. Это буквально через прокуратуру происходит, через ФАС. Очень тяжело выбиваем вот эти города и точки, где проходят замеры. Мы предлагаем обратить внимание вот на эти перезамеры другие региональные отделения и просим нашу фракцию в Государственной Думе всерьез посмотреть, поработать с нормативной базой, потому что те методические рекомендации, прежде всего, по проведению вот этих замеров, они имеют в себе такое количество белых пятен, что позволяет воротить буквально что угодно. В заключение, хочется, возвращаясь к основной теме все-таки нашей сегодня конференции, хочется сказать, что мы очень благодарны Руссо за новую редакцию азбуки коммуниста. мы сейчас отправили в печать 5000 экземпляров этой брошюры и к нашей конференции напечатаем ее, раздадим в местное отделение, так что огромное вам спасибо. В общем, мы продолжаем активную работу и желаем нашим товарищам боевого духа и здоровья. Всего самого наилучшего. Спасибо. Обобщите опыт. У нас опыт многодневного контроля на выборах. Он один из первых. Я считаю, это исключительно всем полезно. Ну и спасибо вам за маски с нашей символикой. Я когда в красной маске фракцию одел, то сразу Государственная Дума полевела. Если вся страна оденет красные маски, то карантин отменят немедленно. Так, просьба коротко выступит Игорь Михайлович Братища. Он стоял у истоков создания политической учебы. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Говорят, нужно опускаться с неба на землю. А я сейчас предлагаю подняться с земли на небо. Дело в том, что всегда считал, считаю, буду считать, что изучение и знание классиков позволяет понимать прошлое, осмысливать настоящее и прогнозировать будущее. Так я назвал свою статью. Она была размещена полторы недели назад на сайте Руссо и была посвящена двум юбилеям. юбилею 250-летнему Георга Гегеля, его Федор Михайлович Достоевский называл Георгий Федорович, шутливо, видимо, и юбилеем Фридриха Энгельса. Так вот, я хотел несколько слов сказать о Георгии Гегеле, создателе завершающего звена в немецкой классической философии, каким является теория диалектики, которую Герцен называл алгеброй революции. Гегеля можно считать предшественником и предтечей Маркса, Энгельса и Владимира Ленина. Поэтому я не могу не отметить, что труды Гегеля тщательно и скрупулезно изучал Ленин. В 1914-1916 годах он сделал многочисленные выписки из философских и научных работ многих ученых, но главным образом из Гегеля, включенные в его философские тетради, они были опубликованы у нас в Советском Союзе в 29-30-х годах, сюда же вошли отдельные наброски наиболее важные к вопросу о диалектике, содержащие ценнейшие мысли по различным философским проблемам. Здесь же Ленин дал глубокое определение диалектики как учения о всестороннем и полном противоречии историческом развитии, проанализировал элементы диалектики, сформулировал основы марксистского понимания логики и ее категорий, дал характеристику процесса познания учения о противоречиях как ядра диалектики, выдвинул положение о единстве и борьбе противоположностей, дал оценку взгляда многих философов, подчеркнул значение диалектического материализма как подлинно научной методологии. То есть Георг Гегель был самым универсальным умом своего времени, самым крупным философом немецкого классического идеализма, после себя он оставил диалектический способ мышления, считая, что первоосновой субстанцией мира является объективно существующая безличное сознание, абсолютная идея, мировой разум, и рассматривая материальный мир как продукты на бытия, то есть сверхчеловеческого сознания, он всесторонне разработал идеалистическую диалектику, я это подчеркиваю, несколько позднее ставшую в очищенном от идеализма виде важнейшим теоретическим источником марксизма. Помимо этого гений подарил своим потомкам способ мышления и понимания мира как мира, находящегося в движении, в постоянном возникновении и исчезновении. О Гегеле можно говорить бесконечно. Завершу тем, что если не было бы предшественников Гегеля и не было бы самого Гегеля, то, вероятно, не было бы таких гениев теоретической мысли, классиков, какими были Энгельс, Маркс и Владимир Ильич Ленин, а также Иосиф Сергей Иванович Сталин. Спасибо за внимание. Игорь Михайлович, спасибо вам. Но от диалектики Гегеля переходим к диалектике Ленина, потому что Ленин заявлял, что всякая революция, чего не стоит, если она умеет защищаться. И, по сути дела, с нуля создал пятимиллионную Красную Армию, которая раздолбила Антанту и защитила советскую власть. Виктор Иванович Соболев коротко поприветствует наш. Пожалуйста, Виктор Иванович. Виктор Иванович, руководитель движения поддержка армии обороны и промышленности и войны. Пожалуйста. Операторы. Соболев. Соболев. Удаётся включить, нет? К сожалению, он не реагирует, не включает себе микрофон. Ну, что делать, тогда созвонитесь, тогда переходим. Я бы попросил выступить Ольгу Архиповну Ходунову, она первый скитарь. Санкт-Петербургского горкома. У нас с вами наиболее еще один праздник. День матери 29 ноября. Я хотел от души поздравить вас с этим всех праздником. Праздник учреждён по инициативе нашего депутата опаренной Царствия Небесная светлый человек и боевой был. Виктор Иванович сумел подключиться, нет? Конечно. Да, всё выступает. Слушайте меня, Геннадий Андреевич. Давайте, слушаем вас. Уважаемый Геннадий Андреевич, я хотел бы от имени исполкома движения в поддержку армии, обороны, промышленности и военной науки приветствовать всех участников сегодняшней конференции. этот год у нас действительно юбилейный и 250 лет со дня рождения Гегеля и 200 лет со дня рождения Фриде Хэнгельса, но главное 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, который действительно на практике осуществил все идеи марксистов. Вот к этой практике, на этой практике я и хотел бы остановиться. Владимир Ильич Ленин в огромной по сути безграмотной стране сумел завоевать доверие народных масс. И как он это сделал? А он выдвинул простые всем понятные лозунги и народ народ Великой России пошел за Владимиром Ильичем за большевиками. Мир народам, землю крестьянам, фабрики рабочим, власть советам. Это осознали практически все люди. И поэтому революция, которую поддержало большинство народов, если бы не вмешательство Антанты, она бы триумфально прошла по нашей стране и завершилась бы по сути бескровно. Но для того, чтобы ее защитить, действительно нужно было создать могучую Красную Армию. сейчас положение в стране, я думаю, не лучше, чем в семнадцатом году. Вот недавно, можно сказать, случайно, слушал выступление Нигматулина, профессора на Совете по развитию промышленности и конкурентоспособности экономики Российской Федерации. и он дал, сравнивая Российскую Федерацию с Польшей, подробный анализ. Мы, оказывается, значительно хуже Польши выглядим по всем показателям и развития промышленности, и положения людей и так далее. Но в то же время занимаем первые места в мире, первые, по вывозу капитала из страны. Вот у нас денег не хватает. Первое место в мире по вывозу капитала. Мы занимаем первое место в мире по количеству олигархов на сто миллиардов ВВП. Вот у нас шесть и две десятых количества олигархов. Соединенных Штатов два и девять. В той же Польше один олигарх на сто миллиардов ВВП страны. Мы занимаем первое место в мире. И, к сожалению, первое место в мире по смертности, сверхсмертности. Мы превысили уже потери демографические в Великой Отечественной войне за годы вот этого шабаша демократического. И люди все больше и больше понимают это все. Поэтому власть безусловно это чувствует и делает все, чтобы удержаться у власти. Это и трехдневные голосования на выборах и так далее. По сути дела в этом году на выборах власть просто в течение первых двух дней партия власти Единая Россия написали себе нужный результат. Практически даже к фальсификации не прибегали. Написали себе нужный результат. Власть нужно менять. Это понимает большинство людей России. Сделать это можно в том числе на выборах. Сделать это можно в том числе на выборах. Но чтобы это сделать люди должны на выборы прийти. Вот я слушал секретаря Свердловского кома. Ведь пришло 4,6% населения всего 10. А если хотя бы 70% придет на выборы сфальсифицировать их будет невозможно. Поэтому мы должны сделать все чтобы шли на выборы. И наверное здесь ленинское наследие как нельзя нам просто необходимо. Наверное мы должны вот секретарь Омска обкома сказал листовки может быть людям раздавать. Но мне кажется это необходимо дополнить еще общением коммунистов рядовых коммунистов с населением страны. Если каждый коммунист возьмет на себя 20-30-50 человек то это будет огромное количество людей которое придет и проголосует за нас. Но одних коммунистов мало. Безусловно нужно включить и всех наших союзников. Это и движение поддержку армии оборонной промышленности и военной науки это и советских офицеров это и Руссо это Левый фронт и так далее и так далее и они должны быть вооружены вот этими лозунгами листовками и работать с людьми с людьми кроме согласен со всем и интернет и средства массовой информации ну смотрите правда 100 тысяч 300 экземпляров советская Россия 120 тысяч а людей у нас 150 миллионов и с ними нужно работать мы должны со всеми своими союзниками практически работать с людьми выдвинуваем конкретные лозунги конкретные задачи например природное богатство России народов центральный банк и стратегические отрасли промышленности государства бесплатное образование и здравоохранение для всех власть правительству народного доверия ну я навскидку это так можно разработать конкретные методики они должны быть простые короткие доступные людям громоздкие статьи мало кто будет читать безусловно сами коммунисты должны быть вооружены знаниями но они должны быть вооружены и методикой работы с людьми в том числе в условиях вот этой пандемии коронавируса и так далее то есть индивидуально работать с людьми с каждым и если мы включим в эту работу рядовых коммунистов и первичные наши наши организации мы сможем очень многого достигнуть хватит быть вечно вторыми нужно в конце концов вот на этих выборах в государственную думу такое так эти выборы осуществить чтобы мы были не на втором а на первом месте я еще раз хочу подчеркнуть что движение в поддержку армии оборонной промышленности и военной науки целиком и полностью разделяет все решения коммунистической партии российской федерации но хотелось бы чтобы наши руководители региональных отделений все же были в составе республиканских краевых областных комитетов партии и конкретно вместе осуществляли вот эту вот работу это касается и союза советских офицеров там грамотные люди которые способны эти задачи решат у меня все спасибо большое Виктор Иванович спасибо за взволнованный и честную оценку происходящего и задача абсолютно правильно формируется я считаю что наши товарищи Новиков и Афонин должны услышать в том числе и он перечислил ряд совершенно конкретных лозунгов нам надо максимально сочетать все формы работы но если мы не дойдем до каждого дома каждого порога и не посмотрим в глаза тем кто сегодня обманут и кто сегодня испытывает огромную нужду то получить нужный результат будет сложно поэтому максимально отмобилизуем весь актив Ольга Архиповна первый секретарь Санкт-Петербург Заркому пожалуйста Здравствуйте Сбой все нарушил Слышно нас да? Слышно? Да Ольга Архипова слышно Слышно хорошо видно внимательно слушаем я сегодня чрезвычайно важная обсуждается тема потому что ту задачу которую партия нам ставит это необходимые условия для поворота России на путь социализма как ее можно и какими методами ее можно осуществить но без наличия умной крепкой образованной партии по-видимому эту задачу решить невозможно поэтому задача образовательной работы партии она конечно стоит во главе угла и без идеологической должной идеологической подготовки коммунистов вряд ли мы сможем эти задачи решить конечно очень важно все что делает центральный комитет коммунистической партии и мы благодарны за эту большую работу но региональные отделения должны включать в эту работу молодежь должны включать в эту работу людей которые еще не подготовлены те которые родились уже в это постсовет в этот постсоветский период и конечно это фактически люди не имеющие базовой подготовки можно ли разовыми занятиями семинарами даже дискуссионным клубом ввести их в этот процесс по-видимому нельзя поэтому мы в городе на Неве 10 лет назад решили что нужно создать центр политической культуры это было сделано по инициативе Юрия Павловича Белова и конечно при серьезнейшей идеологической поддержке и организационной поддержке и интеллектуальной поддержке нашего большого университета Санкт-Петербургского государственного университета когда философы нашего университета пришли к нашим молодым коммунистам но это нельзя описать потому что возможность многие же утратили понятие бесплатного образования а тут приходит профессура и бесплатно начитывает лекции об истории партии о научном коммунизме о политической экономии и конечно вот за эти 10 лет мы подготовили более 300 человек и это целый год обучения два семестра по крайней мере не было ни одного отклика от лиц которые прошли это обучение это конечно в первую очередь это и ступенька к развитию коммуниста и к активной политической работе и еще одна у нас такая приманка есть те люди которые закончили наш центр политической культуры они вправе рассчитывать на дальнейшую подготовку в центре политической учебы в президентальном комитете коммунистической партии российской федерации и они откликаются и хотят обучаться потому что безусловно сейчас много говорят о дистанционном обучении но дистанционное обучение главное не дает мотивации мотивацию дают конкретные люди которые приходят и зажигают людей зажигают наших слушателей и дают возможность в диалоге обсудить различные проблемы и безусловно вот в этих условиях очень важно центральный комитет много издает материалов но мы все-таки за 10 лет пошли еще и своим путем для центра политической культуры мы издаем материалы которые позволяют нашим коммунистам получить необходимые издания потому что к сожалению современная молодежь конспектировать знания не любит это у нас марксизм о партийности и беспартийности в политике вот такая книжка у нас марксизм ленинизм об исходных основах политики теории практика марксизма ленинизма в национальном вопросе советы как форма социалистической государственности и социалистического народовластия марксизм ленинизм об отношении коммунистов к религии и церкви. И многие другие работы, я сейчас не буду на этом останавливаться. Огромным еще спросом у нас пользуется работа Юрия Петровича Савельева «Реальная экономика советской и современной России». Вот это издание уже четвертое за этот период времени и пользуется непременным спросом. И, конечно, интересная работа, которую нам удалось сделать, это после проведения международной научно-теоретической конференции, в ходе которой были представители из Франции, Болгарии, Армении, Канады, ФРГ, Великобритании. В этом году, уже к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, мы опубликовали материалы международной научно-теоретической конференции. Здесь и доклад его участника Новикова Дмитрия Георгиевича. Ну и Дмитрий Георгиевич в этом году, как никогда, просто открывал Центр политической культуры у нас в Санкт-Петербурге. Спасибо ему за это большое, потому что это, конечно, для нашей молодежи, ну, когда либо жители вдруг спускаются в регионы, это, конечно, очень-очень важно. Поэтому спасибо Дмитрию Георгиевичу. Что еще делаем мы и стараемся делать? Это, прежде всего, конечно, электронная версия для нашей молодежи тоже важна. Электронная версия, цикл семинаров по капиталу Карла Маркса. И семичасовой цикл лекции на «Радио Слово» был выпущен Юрием Павловичем Беловым от «Буржуазного февраля» к «Пролетарскому октябрю». И Юрий Павлович готов вот эту тематику дальше продолжать. Это, конечно, огромная-огромная работа. Но мы должны все понимать, что теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Это, по-моему, высказывание Суворова. И я думаю, что о единстве практики и теории много говорила. Ленинская теория, прежде всего. Поэтому, конечно, отучившись от работы, наша молодежь должна включиться в активную политическую работу. Включается она в активную политическую работу, а это нам нужно, чтобы прежде всего не в зале, не за круглым столом, не в хороших комфортных условиях, а чтобы она пошла действительно к людям. И там, в пикетах, на митингах, опробировала свой талант прежде всего пропагандиста, агитатора, организатора масс для того, чтобы активно вести эту работу. К сожалению, сегодня неоднозначно прозвучала, не один раз прозвучала пандемия. Моя оценка пандемии – это ширма. Ширма власти, прикрытие социально-экономической, ну, проводимой бездарной политики и, конечно, того социально-экономического мирового кризиса, который развернулся на просторах всего мира. А власть ее, эту ширму, активно использует для чего? Для того, чтобы политические партии фактически убрать. Их-то задача одна. Наша задача – остаться в политическом поле, а их задача – убрать нас из политической жизни. Вот как этому противостоять? А противостоять можно только активной жизненной позиции. Почему я говорю о том, что власть, ну, как бы сейчас использует пандемию как ширму? Вот два года назад была пандемия, не было. Я сейчас активу скажу, а сколько лет Санкт-Петербургское региональное отделение не может провести согласованную акцию 7 ноября? Геннадий Андреевич хорошо знает, потому что в этой теме он. Потому что мне все время администрация говорит, только, Архиповна, зачем вы Геннадия Андреевича беспокоите, и он нам ждет телеграммы. Я говорю, а что мне остается с вами делать? Три года. Три года власть не дает провести в Санкт-Петербурге, в городе Героя Ленинграда, в городе трех революций, мероприятие, посвященное 7 ноября, на улице. Пожалуйста, зал они дадут. Это будет бесплатно. Они даже артистов нам предложат. Но они не хотят нас видеть на улице. Но надо сказать, что городское отделение, вопреки всему, да, мы получили 8 административных исков. Мы отстояли всех людей и не заплатили штрафы. В прошлом году, когда нас буквально сажали в автозаке, в этом году мы провели акцию, ужасно идти по загородке, по коридору из полицейских автомашин и через загон. Но мы прошли этот километр через загон. Противно? Противно. Подло власть поступает? Подло. Но если мы сегодня, хоть один день, мы позволим себе уйти с улиц, нас никогда, ни при каких обстоятельствах, туда не пустят. В этом году мы вообще не получили, мы обычно ежемесячно проводим большие массовые мероприятия. В этом году, 23 февраля, еще тоже пандемии не было, но 23 февраля нас загнали в обсервацию, чтобы мы не провели митинг. Мы подали в суд, мы выиграли районный суд, мы выиграли городской суд. Сейчас, с февраля, а сейчас декабрь, мы будем отстаивать свою позицию в апелляционном суде. И здесь я хочу поблагодарить, конечно, судебные наши юристы работают нормально, но без помощи, конечно, Соловьева, без помощи его команды. И, Геннадий Андреевич, спасибо вам за то, что вы их отпускаете в командировку, хотя я понимаю, что пандемия и все прочее. Но, конечно, их помощь, их заряд, их профессионализм нам очень нужен. Поэтому спасибо большое Центральному комитету. Поэтому я убеждена, пандемия, они еще прикрываться будут весь 2021 год. А это выборный год. Переломить эту ситуацию, конечно, нам нужно. И в данном случае позиция всей фракции КПРФ в Государственной Думе, она очень активная. То, что проводят депутаты Государственной Думы у стен Государственной Думы, а именно встречи с избирателями, вот нам бы побольше депутатов Государственной Думы, чтобы мы также могли активно встречи избирателей проводить. К сожалению, наше законодательство с избирателями законодательного собрания с избирателями будет проводить в таком формате невозможно. Они депутатов также сажают в автозаки. Поэтому, конечно, я желаю депутатам Государственной Думы вот той же активной позиции. Восхищаемся и смотрим все ролики, как это проходит в Москве. И будем проводить аналогичные акции. Это нас не остановит, ничто. Но, конечно, мы все прекрасно понимаем, что, идя на обострение, а это нормально для политической партии, которая хочет завоевать власть на обострение с властью, мы должны понимать, что у нас должна быть серьезная юридическая подготовка, серьезное желание пройти, пускай годичный, но цикл судебных исков, но без этого, к сожалению, нам сегодня работать невозможно. Еще раз спасибо всем за внимание. Всего самого наилучшего. Ольга Архиповна, спасибо, но хочу обратиться ко всем. Когда нам пытались запретить Москве пройти к Мавзолею, возложить цветы, вот, и я позвонил, и власть сказала, мы в любом случае придем. Они сказали, это будет нарушение, мы вас арестуем. Я говорю, тогда арестовуйте всю фракцию. Последний раз ее арестовывали накануне Великого Октября, в Сибирь ссылали. Вот чем это закончилось, мы почему-то забыли. К сожалению, это власть, и у вас в Питере забыла, что Октябрь Великий, Февральский, началась позиция женщин, которые сбунтовались против этой власти. Поэтому власть сегодня не просто пытается запретить, она пытается рот заткнуть всем. Значит, мы проводили, будем проводить все акции. Мы никто не нарушал, и не собираемся нарушать законы, пока власть нарушает закон. По закону есть крейсер «Аврора», главный корабль военно-морского флота, есть наша великая история. Поэтому я и вам, и остальным сказал, мы ходили и будем ходить, мы отмечали и будем отмечать свои праздники. И в этом отношении проявлять волю, характер, я бы обратился и в комсомолы, к молодым лидерам. Проявляйте волю в этом отношении. И что касается полиции, она тоже должна понимать. У нас на площади Гагарина стоял полицейский, полтора часа через микрофон орал, вы нарушаете закон. Он первый нарушал закон. Он обязан охранять мероприятия, которые проводят депутаты, встреч с избирателями. Никто не имеет права нам запрещать. Действительно прикрываются всякими вирусами, а на самом деле главный вирус – это капитализм, бандитизм, олигархия и воровство невиданное, которое творят эти деятели. Поэтому проявляйте волю и характер. Я бы попросил выступить Шеремета Николая Тимофеевича. Он секретарь по идеологии Челябинского ПОНа, член Центрального Совета Руссо. Слышно, нет? Да, слышно. Слышно. Добрый день, дорогие друзья. Челябинск на связи. Наступление мое короткое называется «Взаимодействие регионального Руссо и подшколы обкома партии – залог успеха». Я думаю, несколько слов о Руссо. В нашем составе 23 ученых. Все они представляют ведущие вузы Челябинского, это Челябинский государственный университет, Челябинский агроинженерный университет и Уральский социально-экономический институт Академии труда. У нас 5 докторов, 18 кандидатов наук. В составе у нас есть и ветераны, и даже молодые магистры. Из ветеранов я бы хотел особо отметить Виталия Григорьевича Константинова, зампреда облосполкома, и сидящего здесь Леонидия Михайловича Робченко, также зампреда. И каждый из них встречался с вами в свое время. Геннадий Андреевич, допустим, Константинов вам шлет привет, он приболел немножечко. Он с вами учился, как он сказал, был однокурсником в Академии общественных наук, 30-к КПСС, 80-е. Леонид Михайлович сказал, что виделся, с вами познакомился в кабинете Полиничка. Сейчас он как раз председатель, уже много лет общество Полиничка возглавляет. И Леонид Михайлович, наш давний друг, помощник, он летописец Комсомола Южного Урала. И главное, вот сейчас недавно, очень широкое распространение, такое одобрение получила книга, которую он издал. Мы как автор проекта, и составитель, это эхо Ашинской трагедии, вам хорошо известно, это страшная трагедия, в которой он принимал участие, значит, ликвидация этой трагедии. Так вот, вся эта наша команда объединяет еще и несколько магистров, молодых ребят. И мы считаем, сочетание вот этого опыта ветеранов и ученых, и магистров ребят, оно очень полезно. Поэтому и название это такое, взаимодействие регионального отделения и подшколы. Дело в том, что мы, конечно, как сказал Иван Игнатьевич, как вы подчеркивали, мы обязательно занимаемся исследованиями на своем уровне, и мы выпускаем монографии, статьи. Есть они у нас. Вот Руссо одобрил эволюцию КПСС завоевания власти до ее потери. Написала Сухарькова. Хорошая книга, интересная. Авилов написал, он в диалекте куда же ушел. Основные закономерности развития материи. Пути России, наука об управлении. Это наши товарищи над этим работают. Ну а второе направление, оно, естественно, вытекает и связано с первым. Это то, что мы проводим конференции. В конференциях нам помогают также материалы и сайта ЦК, и сайта Руссо, о чем сказал Иван Игнатьевич. И мы постоянно слушаем и смотрим на сайт ЦК. И основные выступления, и все ваши, Геннадий Андреевич, выступления для нас как бы являются необходимым. Поскольку вот собираешь подшколу, первое, что я делаю, обязательно делаю краткий обзор. Что нового у нас в ЦК? Без этого обзора самому довольно сложно бывает дать оценки там аналитически, быстро меняющаяся ситуация. Она ежедневная в мире и в стране. Поэтому мы считаем, мы как бы на правильном пути и будем дальше обязательно идти вот в связке в такой. И сейчас мы завершаем. У нас седьмой поток завершает свою работу с 13-го года. Подшкола работает. Одновременно набираем новый восьмой поток. И я хотел бы несколько в заключении предложений еще высказать. Вот наряду с тем, что Иван Игнатьевич отметил книги прекрасные «Освобождение дьявола». У меня там вот упоминали наши города за колючей проволокой. Взяли прям в родной школе, ее сейчас читают, изучают «Освобождение дьявола». Спасибо, Иван Игнатьевич. Ну еще и вот книжка же замечательная была, она не потеряла своего значения. Это монография, которая называется «Социализм. Теория и практика. Это тенденция отновления XXI века». За это большое всем спасибо. Но вот что хотелось бы, судя по тому, как население, слушатели, коммунисты, общаясь с нами, ставят проблемы, я бы хотел предложить на рассмотрение президиума. Может быть, товарищи поддерживают. Вот первое, если вы помните, выходил в советское время сборник. Он назывался «100 вопросов и ответов». Он был посвящен столетию СССР. Как раз вышел 80-й год, там иностранцы приезжали, Олимпиада. Но такой был спрос большой, что его еще раз издали, этот сборник. Мне кажется, можно подумать и издать к следующему году, когда 100 лет будет образование СССР, что это подобный сборник, поскольку вопросов масса. А выбрать из них наиболее такие, грамотно, значит, сделать короткие ответы, да и условия еще клипового сознания молодежи. Ну, некогда многим читать даже. Было бы очень хорошо. Вопросов от октября до наших дней. Мы могли бы там свои проекты, вопросы сформулировать, послать в президиум Центрального Совета Руссо. Ну, второе предложение также у нас связано с борьбой за умы и за внесение социалистического сознания, особенно в рабочий класс. Небольшие брошюры, пособия. Вот есть источники, о них сегодня прекрасно показали. И Дмитрий Георгиевич говорил, они у нас существуют, а ведь время изменилось. Как бы сделать комментарий к тому же манифесту, к ленинск-философским работам, к работе стальной экономической проблемы, социализм. Ну, что мы их, первоисточники, изучаем, а привязать к сегодняшним реальным не всегда удается точно и четко сказать, вот что следует из книги там «Империалин» как высшая стадия капитализма. Потому что берешь, один к одному вроде можно приложить, а комментарии могли бы помочь и сделать это более глубоко. Поэтому, завершая свое выступление, я хочу сказать, что мы настроены помогать нашему обкому КПРФ, безусловно, который позволяет Игорь Викторович Егоров в работе по, вот сегодня задачи определены четко, создание народного фронта, в теоретическом обучении молодежи коммунистов, в укреплении единства, конечно, нашей партии, наших рядов, их росте. Будем добиваться справедливости через просвещение. Спасибо всем. Спасибо, Николай Тимофеевич. Спасибо. У вас большой опыт. И вообще благодарны челябинцам. Они многое делают на современном уровне, возрождая те лучшие и славные традиции. Я там в свое время в Чебуркуле проходил спецподготовку, когда служил в группе советской, в своей Германии. У вас была авария, меня на три месяца к вашей краю забрасывали. Поэтому я на Урала всегда с тех пор приезжал с удовольствием. Челябин-70, когда знакомился с уникальными технологиями по производству ядерного оружия, меня поразил высоким научным уровнем и уникальной организацией производства. Позвольте предоставить слово Михаилу Олегу Алексеевичу, первой секретарь коми, обкома. Он только что прибежал в заседание своей фракции. Пожалуйста, Олег Алексеевич. Здравствуйте, Геннадий Андреевич. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Действительно, сегодня был напряженный день. Заседание Государственного Совета, комитеты. И одним из вопросов как раз были очень принципиальные вещи, о которых я сейчас расскажу. Действительно, наша партийная организация последние несколько лет очень активно взаимодействует с разного рода общественными организациями, разнонаправленными. Вы прекрасно, Геннадий Андреевич, об этом знаете. Я систематически об этом вам докладывал. Многие из тех людей, которые работали в общественных организациях, стали депутатами по результатам последних выборов, многие из них вступают в КПРФ. И, безусловно, для того, чтобы поднимать уровень их образованности, для того, чтобы понимать их политический, идеологический уровень, естественно, мы предлагаем все свои усилия. Но в то же время реальная борьба, реальная протестная активность, она, безусловно, необходима для того, чтобы эти люди почувствовали всю несправедливость того порядка вещей, против которого выступает наша партия, и делали соответствующие шаги, чтобы эту несправедливость, скажем так, устранить. В Республике Коми на сегодняшний момент ключевые проблемы, о которых я бы хотел сказать, и против которых Республиканский комитет КПРФ ведет активную борьбу, следующие. Первое, это наша инициатива, законопроект, который мы внесли в Государственный совет Республики Коми, связан он со справедливым распределением налоговых доходов, в частности, налоговая добыча полезных ископаемых. Вы знаете, что у нас он не расщепляется, полностью уходит в федеральный бюджет, несмотря на то, что в бюджете, безусловно, он нужен в федеральном, однако территория, в том числе Республики Коми, от этого очень многое теряет, слабо развивается и так далее. Поэтому инициативу мы внесли, и буквально за неделю, за неделю объявленного нами сбора подписей в поддержку данной инициативы среди жителей Республики Коми. Несколько тысяч человек подписались в наших подписных листах. Я хочу сказать, что жители одного из районов Республики Коми подписались очень массово, около 5% жителей Усть-Вымского района поставили свои подписи в поддержку этой инициативы. Это достаточно крупная победа наша, и мы будем дальше продолжать этот вопрос обязательно вести. Хотя Единая Россия сегодня практически единогласно желает его снести с обсуждения, они не хотят обсуждать справедливый порядок распределения денег в Российской Федерации. Второй очень важный момент, который мы ведем борьбу, против которого выступаем, это изъятие из состава национального парка ЮГ-2, значит, золотоносного объекта. Это месторождение чудное. Долгие годы уже не первый глава Республики Коми ведет, хочет туда залезть, значит, для того, чтобы копать этот золотой рудник. Там не такие высокие запасы этого золота, порядка 80 тонн разведанные запасы всего лишь. Однако реализация данного проекта позволит, с одной стороны, обогатиться кипрским офшором, потому что компания Gold Minerals, которая ведет там, хочет там вести золотую разработку, она зарегистрирована в офшорах кипрских. А с другой стороны, вот эта разработка уничтожит уникальные ландшафты, уникальные природные комплексы, которые могли бы стать базой для развития туризма на территории Республики Коми. Но нынешняя власть не хочет каким-то образом думать, развивать какие-то инфраструктурные проекты, развивать туристическую отрасль. Она хочет просто выкачивать ресурсы и, значит, на этом зарабатывать. Борьба развернулась очень нешуточная и с экологами, и с представителями национальных организаций. Я имею в виду поддержку и инициативы, чтобы ни в коем случае этот национальный парк не трогали. В Государственной Думе Российской Федерации на сегодняшний момент есть законопроект, разрешающий изымать по практике закона об особо охраняемых природных территориях, территориях, которые разрешают изымать из состава вот этих национальных парков как раз участки под промышленное освоение. Я попрошу вас, Геннадий Андреевич, и всю фракцию, конечно же, в этом отношении выступить консолидированно, чтобы не дать вот этим людям разграбить последнее, что есть в нашей стране. Это не только речь идет о Республике Коми, о многих других объектах. Вы понимаете, национальные парки созданы для того, чтобы там вести промышленную разработку. По этому поводу тоже у нас позиция очень четкая. И, конечно, определенная протестная активность в нашем регионе, она не то чтобы свернута полностью, но она ограничена в связи с серьезным приростом количества коронавирусных заболевших. Республика Коми находится, как вы знаете, в верхней 15 субъектах Российской Федерации, которые наиболее высокий прирост дают к численности заболевших ежедневно. То есть у нас не менее 270-290 заболевших ежедневно. При этом количество коек в Республике Коми очень существенно ограничено. Понятное дело, что результаты оптимизации, которая проводилась в последние десятилетия, они дают свой результат. Люди просто мрут от этого самого коронавируса, несмотря на то, что своевременно обращаются за медицинской помощью, но коечного фонда с одной стороны не хватает, а с другой стороны наши власти очень систематически занижают количество заболевших этой самой коронавирусной инфекцией, вплоть до того, что просто говорят, а вам не нужно делать анализ, вот у вас там простой бронхит, идите лечитесь дальше. Люди после этого умирают некоторые. Поэтому, безусловно, это тоже находится в сфере нашего постоянного контроля. 2021 год для республиканской организации будет достаточно, опять же, принципиальным. Мы в этом году достаточно неплохо провели избирательную кампанию, провели большое количество депутатов на местном уровне. На следующий год у нас муниципальные выборы. Это полторы тысячи мандатов именно сельских, городских поселений. Уже сейчас мы ведем подготовку к тому, чтобы максимально плотно закрыть наших кандидатов, чтобы каждый из них был, что называется, бойцом на том месте, которое ему выделено. на этом я бы хотел закончить. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Олег Алексеевич, спасибо. Завершая сегодняшнюю нашу конференцию, большой общероссийский совет, хотел бы обратить ваше внимание, особое внимание, на следующий. Системный кризис на планете продолжает углубляться. Мы не раз заявляли о том, что выход из этого кризиса довольно часто буржуазии, особенно наиболее реакционные финансовые круги, видели в фашизизации. Наша партия и советская страна всегда это видели в социализации. Я очень хотел бы, чтобы мы максимально изучили обстановку на основе своих программных документов и единственной сплоченности добились необходимых результатов. Сегодня такие условия для нас с вами есть, и мы их обязаны максимально использовать. Афонину и Новику просьба обобщить максимально все предложения. Интересный, уникальный опыт практически есть везде, и прислушаться каждому из пожеланий, которые здесь высказаны. А высказаны совершенно практические вещи. На что хотел бы, учитывая, что год юбилейный, особое внимание обратить. Вы, наверное, помните, что Ленин начинал свою творческую деятельность, когда ему было всего 25 лет, с написания уникальной работы о развитии капитализма в России. Ингельс о положении рабочего класса в Англии, а Ленин о развитии капитализма в России. почти 500 источников переломатил и пришел к гениальному выводу, что в России капитализм носит подчиненный характер, что неизбежным впереди мировая война запередел рынковых бытов, что Российскую империю втащат в эту войну, и она не выдержит таких перегрузок. И спасти ее можно будет только на основе не имперских амбиций, национализма, а на основе труда, справедливости, дружбы, научных знаний, открытия, и как он пожелал всем комсомольцам овладеть знаниями культуры, богатства, этими богатствами, которые выработало человечество. Одновременно он был гениальной тактикой, создал великую армию. По сути дела, четыре варианта политики за пять лет, и понимая прекрасно, что полуграмотной стране невозможно строить социализм, сначала была создана чрезвычайная комиссия через десять дней после того, как советскую власть взяли, по борьбе с бандитизмом, преступностью и саботажем, а затем создали вторую чрезвычайную комиссию о борьбе с безграмотностью. И решили эту задачу за считанные годы. Страна стала самой образованной грамотной. Но когда Сталин увидел, что основной партийный актив слабо овладевает марсинско-ленинской теорией, что они не учитывают практические деятельности, он во всеуслышание сказал всей партии без глубоких знаний, без изучения, без теории нам смерть. Некоторым показалось это преувеличением. Я, например, на излете советской власти был, прежде всего, поражен, когда на наших партийных форумах стали растаскивать партию. Дисциплина оказалась для Горбачева одна, для Ельцина вообще, а Яковл откровенный предатель был. И у партии не нашлось воли поправить ситуацию. Потому что многие не осмыслили реально положение КПСС. Это была не просто партия, это была система государственно-политического управления. И ломать так, как это делал один по глупости, второй по пьяни, это было величайшее преступление перед всеми народами, не только нашей страны и всей планеты. Но когда появилась команда Ельцина с своими подельниками, их всех готовили за кордоном. И Чубайсов, и Гайдаров, всех без исключения. И они нам привезли тогда три документа. Я хрип доказываю, в том числе и нашей фракции, что нельзя принимать декларацию о суверенитете России, где было записано, что суверенитет России выше Союза СССР. Этим ломом ломали всю страну. Тем не менее, по глазам видел, многие не понимают, не понимают, что это смертельный приговор единому союзному отечеству и тому референдуму, который высказал 77% граждан СССР жить единой стране. Но потом им еще привезли два документа. Один назывался о свободе цен, а второй назывался о свободе торговли. В результате свободы цен все деньги превратились в макулатуру, а свобода торговли остановили свои предприятия, забили наши рынки чужим поношенным потребам и всякой некондиционной продукции. А когда опомнились, тут уже подоспела Чубайсовская приватизация, разворование всего и вся. А теперь они удивляются, что тот капитал, который их вырастил, американизированный, душит их на корню, включая наши рубли и все остальное. Мы сильные, образованные, умные, грамотные, не нужны в этом мире никому, кроме нас самих. Поэтому мы максимально должны понимать без социализации, без справедливости, без уважения к человеку, к труду, без сильной, мощной, умной, образованной. Компартии ни одна задача у нас решена не может быть. Поэтому максимальная дисциплина, максимальная сплоченность и глубокое изучение теории и практики нашего передового опыта. У нас для этого есть свой уникальный опыт. Опыт советской ленинско-сталинской модернизации, красная линия и наши фильмы здесь огромной подспорья. У нас есть опыт мобилизации и модернизации Китая. Китайская Компартия сумела преодолеть кризис. Сумели на Тяньаньмэне придушить эту американскую проказу, которую хотела уничтожить как СССР Китай. Сумели и сегодня впереди планеты всей. Вчера запустили станцию к Луне и становятся авангардом в развитии всего человечества. Мы с вами должны этот учебный год посвятить максимальной мобилизации всех наших кадров на достижение успехов. Успеха и удвоения численности партии и реализации программы, которые подготовили на Орловском международном форуме и наших проектов законов, но помнить, лишь соединяя теорию, массовые протесты, организацию наших кадров и трудящихся на улице с повседневной практикой, которая позволила бы нам глубоко владеть этими знаниями в ходе политической учебы. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за сегодняшний семинар и совещание и пожелать вам всем успехов. Спасибо за субтитры Алексею Субтитры Алексею